Глава первая Здравствуйте, не ждали. Хоббит жил себе, поживал в норе под землей. Только не подумайте, что это была затлая, сырая и грязная дыра со скользкими стенками, источенными вдоль и поперек дождевыми червями. Впрочем, не похожа она и на те норы, где может быть и сухо, и чисто. Зато негде присесть и нечего поесть. Хоббичья нора особенная. Жить в ней удобно и приятно. Вход в нору начинался с круглой, наподобие корабельного иллюминатора, зеленой дверцы. Стоило повернуть медную, начищенную до блеска ручку, слегка толкнуть дверцу, и вы оказывались в коридоре, напоминающем туннель. Но не тот дымный, наполненный горькой гарью, паровозный туннель, а чистенький и уютный. Стены аккуратно обшиты гладкими досками, кафельный пол услан коврами, и повсюду расставлены удобные скамеечки. А уж крючков для шляп, для котелков, вешалок и гвоздиков для всяческих вещей, шуб и плащей, видимо-невидимо. Ведь хоббит славился гостеприимством. А коридор тянулся все дальше и глубже, но не вгрызался в холм, который все в округе так попросту и называли — холм. Вдоль всего коридора поочередно на той и другой стороне виднелось множество крохотных круглых двериц. Шлепать вверх-вниз по лестницам хоббит не любил, а потому спальни, ванны, погреба, кладовки и кладовочки, всевозможные буфетные, гардеробные, кухни, столовые, все залы, зальцы и комнаты устроены были на одном и том же этаже по обе стороны коридора. По левую руку располагались лучшие комнаты, только в них и были проделаны круглые, углубленные в стену окошки, из которых открывался вид на ближний сад и дальние луга, спускавшиеся к реке. Хоббит, о котором мы толкуем, был крепким, зажиточным хозяином, а звали его Бэггинс. С незапамятных времен обитали бэггинсы в окрестностях холма, и род их считался весьма почтенным. Не богатством снискали они уважение соседей, а тем, что жили пристойно и спокойно, ничего с ними не приключалось, да и сами они ни в какие приключения не пускались. Никого бэггинсы не удивляли, и никто этому не удивлялся. Тем интереснее история, приключившаяся с нашим Бэггинсом. Он вдруг стал вытворять такое, что от него и ожидать не могли. Впрочем, уважение не потерял, а наоборот приобрел. Ну, давайте, не будем спешить и забегать вперед. Начнем, как водится, сначала. Итак, матушка Хоббита... Стоп! Полагаю, нам следует объясниться и объяснить, кто же такие эти Хоббиты. В наше время это мало кто знает, ибо Хоббиты нынче встречаются редко, и к тому же избегают встреч с большеногими, как они называют нас, людей. Хоббиты народы совсем невысокие. Они даже пониже гномов, а человеку и вовсе по пояс. В отличие от гномов, они совершенно безбородые. Да и волшебство в них не наволос, если, конечно, не считать волшебным умение исчезнуть быстро и бесшумно, едва заслышав слоновий топот большеноких. Шумных и неуклюжих недочек, вроде нас с вами, Хоббиты чуют за милю. И все же при всей их прыткости Хоббиты несколько толстоватые и склонны отращивать брюшко. Одежду они любят яркую, предпочитая зеленые и желтые цвета. Зато башмаков не носят вовсе, потому что уже от рождения ступни у них вроде крепкой кожаной подошвы. Ноги у Хоббитов мохнатые, сплошь покрытые коричневой шерсткой, а на голове шапка густых кучерявых волос. Хоббиты — добродушные парни с тонкими ловкими пальцами и улыбчивыми физиономиями. Смех у Хоббитов переливчатый и гортанный, особенно веселый и заразительно смеются они после обеда. А уж обедать Хоббиты гораздо. Могут и два раза в день, если, конечно, выпадет такая удача. Вот вы и узнали немного о Хоббитах. Теперь можно дальше рассказывать. Мы, как помните, толковали о Хоббите, полное имя которого, кстати, Бильбо Беггинс, и о его матушке. А была она, между прочим, знаменитой Белладонной Тук, одной из трех дочерей старого Тука, главы заречных Хоббитов, то есть живших за рекой. Впрочем, река — это громко сказано. Скорее, речушка, маленькая речка, лопочущая у подножья холма. Ходили среди Хоббитов слухи, будто прапрадед Тука был женат на хея. Выдумки, конечно, но что-то не совсем хоббище все же в Туках замечали. Вдруг ни с того ни с сего кто-нибудь из туковского рода племени пускался на поиски приключений? Этот позор старались поскорее забыть и скрыть от соседей. Чего скрывать? Уважение семейству Туков это не добавляло. А род Беггинса, хоть и не столь богатый, всегда считался почтеннее и основательнее. Беладонна Туков спешила суеверить и не помышляла о каких-то приключениях, тем более после того, как вышла замуж за Банго Беггинса и превратилась в благопристойную миссис Беггинс. Банго отец Бильбо выстроил для нее роскошную хоббичью нору, какую не видывали ни под холмом, ни за холмом, ни тем более за рекой. В этой норе они прожили в мире и согласии до конца своих дней. Бильбо, их единственный сын, взял от папаши солидность и основательность Беггинсов. Но где-то в самой глубине его натуры все же таилась до поры до времени некая странность, которая досталась ему в наследство от Туков. Впрочем, лет до пятидесяти Бильбо жил себе, поживал, как мы уже сообщали, в доставшейся ему от родителей роскошной норе и о другой жизни не помышлял. Все началось одним тихим, сонным утром, какие нередко выпадали в те годы, когда в мире были тишь да благодать, все вокруг цвело и зеленело, а народ хоббитов благоденствовал. Бильбо Беггинс после сытного завтрака сидел в удобном гресле на пороге своей норы. Он привычно покуривал деревянную трубку, такую длинную, что она покурилась на коленях и в умахнатых, но аккуратно причесанных ног. И надо же было случиться такому, что как раз в этот момент мимо проходил Гэндальф. «Гэндальф, если бы вы слышали о нем хоть малость из того, чего наслышался я, а я, между прочим, и сам знаю всего лишь малую Толику, то вы поверили бы в любую невероятную историю. А необыкновенные истории и необычайные приключения случались всюду, где бы он ни появлялся. Уже много лет, с тех самых пор, как умер его давний друг, старый Тук, Гэндальф не наведывался в эти края, не бывал ни у холма, ни за рекой. Не удивительно, что нынешние взрослые хоббиты, которые в те далекие времена были малышами-хоббитятами, успели позабыть, каков он с виду. Потому и для Бильбо в то утро Гэндальф был всего-навсего согбенным старцем в высокой островерхой синей шляпе, в просторном сером плаще и серебряном шарфе, из-под которого выпраскивалась длинная, почти до пояса, седая борода. Старец вбирался на посок и медленно передвигал ноги в тяжелых черных башмаках. Доброе утро! Впрочем, оно и впрямь было добрым. Светило солнышко, травка зеленела. Но Гэндальф взглянул на Бильбо из-под густых кустистых бровей, которых не скрывали даже большие поля шляпы, и сурово спросил. — Что ты хотел сказать, сказав «доброе утро»? — Просто пожелал мне доброго утра? Или же считаешь, что оно и для меня доброе, хотя я и словом об этом не обмолвился? Или тебе оно кажется добрым, или, наконец, ты сам добрый этим утром? А? — Все вместе. И еще оно доброе для того, чтобы выкурить трубочку доброго табака на свежем воздухе. Если у тебя есть трубочка, присаживайся и покурим вместе. Торопиться некуда. День длинный. Бильбо откинулся на спинку кресла, затянулся и выпустил аккуратное колечко серебристого дыма, которое поплыло по воздуху и скрылось за холмом. — Здорово. Но сегодня в это, как ты говоришь, доброе утро, у меня нет времени пускать колечки. Я ищу храбреца, который не прочь составить мне компанию в одном приключении, какое нынче я затеваю. А, правда, сыскать такого трудновато. Хм, уж это точно. А в наших-то местах и подавно мы народ тихий, в приключениях никакого проку не видим. От них только беспокойство, неприятности, кутаница да неразбериха. И обед прозевать недолго. В толк не возьму, кому они нужны, эти приключения. Бильбо Беггинс оттянул большими пальцами подтяжки, громко ими щелкнул и ловко выпустил еще одно колечко дыма побольше первого. Затем развернул утреннюю газету и углубился в чтение, давая понять старику, что тот его больше не интересует. Этот старец с его затеями хоббиту совсем не понравился и стоило поскорее от него отделаться. Однако старик и не думал уходить. Он стоял, опираясь на свою палку и молча сверлил хоббита пристальным взглядом, от которого Бильбо вскоре стало совсем неуютно. Это ему очень не понравилось, и он, наконец, не выдержал. «Утро доброе!» И он отвернулся, желая этим показать, что разговор окончен. «Прошу простить, но нам здесь никаких приключений не требуется. Поищите голубцов, то есть храбрецов, где-нибудь за холмом или за рекой». «Ого!» «Хо-хо!» «Как же много ты умеешь сказать всего двумя словами!» «Хе-хе-хе!» «На этот раз твое доброе утро означает, что мне пора убираться, иначе оно перестанет быть добрым». «О, нет, нет, уважаемый, я не знаю, как вас по имени». «А мне известно твое имя, мистер Бильбо Бэггинс, и ты знаешь, как меня зовут, хотя и не подозреваешь, что зовут так именно меня». «Я Гэндальф!» «Это имя принадлежит мне и только мне». «Нечего сказать, должил ты, старина Гэндальф. Сын Беладонны Тук небрежно кидает тебе пару слов, будто пару монет назойливому торговцу мелким товаром». «Гэндальф! Гэндальф! Силы небесные! Это ты! Тот самый странствующий волшебник, который подарил старому Туку волшебные алмазные запонки. Они по велению хозяина сами застегивались и расстегивались. Тот, кто воскресными вечерами рассказывал нам удивительные истории о драконах, о гоблинах, о великанах, о спасенных принцессах, о вдове их сыновьях, поймавших удачу. Тот, кто устраивал восхитительные фейерверки накануне праздника летнего солнцеворота. О, и здорово это было! В небе вырастали гигантские огненные лилии, распускался львиный зев, или еще какой цветок! Они цвели и полыхали до самой темноты! Бильбо Беггинс уже не притворялся равнодушным. Его восторженные глаза горели отблеском тех давних небесных цветов. Силы земные! Неужто передо мной тот самый Гендальф, по единому слову которого досели тихие незаметные юноши и девушки, вдруг срывались с места и отправлялись за три девять земель в поисках приключений? Они совершали самые безумные поступки. Влезали на деревья, забредали во владение эльфов, уплывали на кораблях к неведомым землям. Было необыкновенно интересно, но, ну, я хотел сказать, необыкновенные дела ты умел творить когда-то. Прошу прощения, но я думал, что ты того. Ну, то есть отошел от дел или занялся другими делами. Но других дел у меня и нету. Во всяком случае, меня радует, что ты еще не все позабыл. Помнишь мои фейерверки? Значит, ты не безнадежен. И в память о твоем дедушке, старом Туке, ради бедняжки Белодонны, я, пожалуй, дам тебе то, о чем просишь. Прошу прощения, но я ни о чем не просил. Вот и второй раз. Просишь прощения, даю тебе его. Мало того, что я устрою тебе настоящее приключение. Прошу прощения. Мне это будет интересно, а тебе принесет удачу, если все кончится удачно. Но я не просил никаких приключений. Прошу прощения. Проще говоря, ни к чему мне это. Благодарю покорно, а как-нибудь в другой раз. Утречко доброе. Не желаете ли заглянуть на чашку чая? Сейчас. Или лучше завтра. Тогда до завтра. До свидания. С этими словами Хоббит повернулся, нырнул в круглую зеленую дверь и быстро захлопнул ее, но не так резко, чтобы не показаться грубым. Все-таки волшебник это вам не какой-нибудь торговец с мелким товаром, а волшебник. Из чего это я пригласил его на чай? Недоуменно выпрошил Бильбо сам себя, направляясь к кладовку. Он только что позавтракал, но после таких волнений не мешал подкрепиться парой другой коржиков и глотком чего-нибудь прокладительного. А Гендель все стоял снаружи и тихо посмеивался. Потом шагнул к норе Хоббита и на гладкой зеленой двери начертал острием посоха какой-то странный знак, после чего зашагал прочь. Это произошло как раз в тот момент, когда Бильбо приканчивал второй коржик и радовался, что так ловко уильянул от приключений. На следующий день Бильбо почти позабыл о Гендельфе. Память у него и впрямь была некудышной, и приходилось кое-что записывать в памятной книжке. К примеру, «Гендельф», «Среда», «Чай». Но вчера он так переволновался, что забыл все начисто. Только Бильбо собрался попить чаю, как громко звякнул дверной колокольчик. Тут он все и вспомнил, как угорелый понесся Хоббит на кухню, поставил на плиту чайник, вытащил еще одну чашку с блюдцем, парочку коржиков и кинулся к двери. «Прошу прощения, что заставил ждать», собирался уже сказать он, надеясь увидеть Гендельфа. Но перед ним стоял не волшебник, а гном с голубой бородой, заткнутый за золотой пояс и горящим взглядом из-под темно-зеленого капюшона. Едва дверь отворилась, гном протиснулся внутрь, будто только его и ждали. Он отстегнул капюшон, повесил его на крючок и с низким, чуть ли не до полупоклоном, произнес. «Двалин, к вашим услугам!» «Бильбо Бэггинс, взаимно!» Вопросов Хоббит не задавал и, само собой, не получил никакого ответа. Молчание затягивалось. И чтобы хоть что-то сказать, Бильбо ляпнул. «А, я как раз собирался выпить чаю, не составите ли мне компанию?» Это прозвучало несколько чопорно и суховато. Но ведь Хоббит изо всех сил старался быть приветливым. Интересно, что сказали бы вы, если бы к вам без спроса и приглашения ввалился гном, да еще скинул плащ вот у себя дома. Совсем скоро, не успели они приняться, и затрите коржик, снова грянул дверной колокольчик. «Прошу прощения», извинился перед гостем Хоббит и направился к двери. «Ну, наконец-то!» то намеревался он сказать припоздавшему Гэндальфу. Но это опять был не Гэндальф. Вместо волшебника на пороге стоял совсем старый гном с белой бородой и в красном плаще с капюшоном. Он, как и первый, едва приоткрылась в дверь, бесцеремонно шмыгнул переднюю. «Ага! Ноши помаленьку собираются!» — сказал гном, заметив зеленый капюшон Двалина. Он повесил рядышком свой красный и, приложив руку к груди, представился. «Барин! К вашим услугам!» «Спасибо!» не в попад ответил Бильбо. Но его так поразило, это наши собираются, что он уж и сам не знал, что говорит. «Гостей-то Бильбо любил, но только званых или, на худой конец, просто знакомых». И вдруг ему в голову ударила ужасная мысль о коржиках. «Он, как гостеприимный хозяин, должен будет выложить все до единого, а самому ничего не останется». «Прошу, вы как раз поспели к чаю». «Я бы предпочел кружечку пивка, если не возражаете. Но не откажусь от коржика с темином, коли у вас таковой найдется». «Да сколько угодно». И не переставая удивляться своей неожиданной щедрости, Бильбо уже мчался в погреб, чтобы нацедить кружечку пива, а потом в кладовку за двумя отличными коржиками, которые он испек на пянули и собирался съесть на ужин. Когда он вернулся, Балин и Двалин уже, как ни в чем не бывало, сидели за столом и безумолку болтали по-дружески, а вернее, по-братски, ибо и на самом деле были братьями. Едва Бильбо успел поставить на стол угощение, как вновь блямкнул колокольчик. Раз и еще раз. «Теперь-то уж точно, Кендальф, подумал Бильбо, поспешая к двери. Но он снова ошибся. Перед ним стояли два желтобородых гнома в синих плащах, перетянутых серебряными пыльцами. У каждого из них висела на плече сумка с инструментами, а в руках они держали кирки. Бильбо теперь уже не удивился, когда гномы без приглашения прошмыгнули в дверь, едва она приотворилась. Чем могу быть полезен, уважаемые гномы? Кили к вашим услугам и фили наши вам. Они повесили капюшоны и коротко поклонились. Готов служить вам и всей вашей родне. «Ги! Да Балин и Балин уже здесь! Хаима, и тут как тут! Считай нашего полку! Примела!» Полк с ужасом стал подсчитывать Бильбо. «Что же будет, если они все соберутся?» «Э, дружище, соберись-ка с мыслями, хлебничийку и успокойся!» Он скромно примастился в уголку, а четверо гномов расселись вокруг стола и принялись толковать о золотых копях, о злодеях-гоблинах, о грабителях-драконах и о многом таком, чего он знать не знал, да и знать не желал, потому что все это попахивало приключениями. Только-только Бильбо сделал успокоительный глоток чаю, как «Динь! Динь! Динь! Динь!» Заметался дверной колокольчик, будто его пытался оторвать какой-то озорник. Еще один гость. «Судя по звону, их четверо! Точно четверо! Я видел, они шли за нами!» Бедняжка Хоббит схватился за голову. «Что происходит? Чего ждать и кого еще ждать? Вдруг они всем полком останутся на ужин!» А колокольчик тем временем неистовствовал. Пришлось нестись к двери, их оказалось не четверо, а пятеро. Едва Бильбо успел повернуть ручку, как они уже один за другим просочились внутрь и, кланяясь, быстро лопотали «К вашим услугам! Дори, нори, ори, ойн, глойн, ну и имена!» Не успел Хоббит и глазом моргнуть, как два пурпурных серый, коричневый и белый капюшоны уже висели на крючках, а гномы с троем шествовали в гостиную, поблескивая золотыми и серебряными поясами и широко размахивая руками. Здесь и впрямь уже толпился и шумел чуть ли не целый полк. Кто-то требовал пивка посветлее, кому-то по вкусу было только темное, этот желал кофе, а всем вместе подавай коржиков. Хоббит с ног сбился. На плетенье смолкая форчало кипел огромный кофейник. Коржики с тмином поглощались в минуту, гномы уже принялись за ячменные лепешки густо намазанные маслом, когда раздался не звонок, а громкий стук. Грокотанье, сотрясавшую чистенькую зеленую дверь хоббита. Кто-то молотил в нее палкой. Бильбо, как угорелый, понесся по коридору. Задерган и сбит из толка он уже ничего не соображал. Такой безумной среды ему и не припомнить. хоббит в сердцах рывком распахнул дверь, и они, как солдатики, попадали один на другого. Еще четверо гномов, а позади них, опершись на посох, стоял улыбавшийся Гэндальф. он так исполосовал дверь своей палкой, что исчезла даже тайная метка, которую волшебник нацарапал вчера утром. Поосторожнее, Бильбо, поосторожнее. Не ожидал я от тебя такого. Сначала заставляешь друзей ждать за дверью, а потом дергаешь ее так, будто хочешь сорвать спетель. Впрочем, позволь тебе представить Бифура, Бафура, Бамбура и в особенности Торина. К вашим услугам! Хорм сказали Бифур, Бафур и Бамбур, выстроившись с затылок друг к другу. Потом один за другим, как по команде, отстегнули и повесили на гречке ритком два желтых капюшона, один бледно-зеленый и особо небесно-голубой с длинной серебряной кисточкой. Конечно же, особенный этот капюшон принадлежал Торину. Этот почтенный гном был никто иной, как сам великий Торин Олкиншильд. Можете представить, как он был раздосадован, когда, только переступив порог, тут же оказался на половичке для ног под грудой попадавших на него Бифура, Бафура и Бамбура, а толстяк Бамбур, между прочим, и один мог придавить кого угодно. Высокомерный Торин был оскорблен до глубины души. Не то, что вежливого к вашим услугам, но и доброго слова не дождался бы от него Бильбо, если бы не осыпал гостя тысячи извинений и сожалений. Наконец, Торин с милостью и нахмурившийся важный оттопырь клубу небрежно бросил. Гендальф окинул быстрым взглядом все тринадцать гномих капюшонов, висевших в ряд на крючках рядом с его шляпой, и весело проговорил. Ну вот, все и собрались. Неплохая компания подобралась. Надеюсь, и для нас осталось что-нибудь поесть, попить. Что? Чай? Э-э-э-э-э-э-э. Нет, благодарим покорно. Мне бы красного вина. И мне! А мне вареньица малинового и яблочный пирог. А еще сладких пирожков и сыра. Пирог с поросятинкой и салат. И коржиков. И пивка. И кофе. И не забудь добавить дюжину яиц, дружище. Прокричал Гэндальд догонку хоббиту, покорно потащившемуся в кладовку. Прихвати заодно копченую курочку и маринованных огурчиков. Кажется, он получше меня знает, что припасено в доме. Бильбо уже почти не сомневался, что его втравливают в самое настоящее приключение. Хоббит совсем упарился и взмок, наваливая на большие подносы бутылки, банки, ножи, вилки, стаканы, тарелки, ложки, гору всевозможной еды. Чтобы лопнуть этим насытным гномом, расселись бездельники. Нет, чтобы помочь. Бильбо примастился на табуретке у камелька. Аппетит у него совсем пропал, и он хмуро грыз черствый коржик. Бедняка пытался убедить себя, что ничего особенного не происходит и никакое приключение ему не грозит. А гномы пили, ели, грызли, жевали и болтали безумолку, будто только за этим и пожаловали. Наконец они насытились и отвалились от стола. Бильбо кинулся убирать пустые тарелки и опустошенные бутылки. Надеюсь, останетесь на ужин, само собой, и после ужина побудем. Мы здесь надолго, а пока суд да дело попоем попляшем, ну, ребята, за уборку! Сам Торин с места не сдвинулся и продолжал солидно толковать с Гэндальфом. Зато остальные двенадцать гномов мигом сгребли со столов посуду, составив тарелки стопкой, увенчав эту горку бутылкой и балансируя свободной рукой будто цирковые жонглеры, гномы вереницей потянулись на кухню. Хоббит семенил за ними, вскрикивая от ужаса, «Пожалуйста, осторожнее, не беспокойтесь, пожалуйста, я сам справлюсь». Гномы будто и не слышали, они весело запели. «Бейте стаканы, грохайте блюдца, ложки ломайте, гните ножи, чайные чашки здорово бьются, опал, тарелки, кроши и круши, соус разлейте, ковров не жалейте, все куруком и вердном, пол черепками, костями усейте, ну-ка, об стену бутылки с вином, скатерть рвите, в клочья салфетки, вилки втыкайте в стулья и в стол, под одеяло пихайте объедки, под простыню закопченый котел, скажет спасибо гному любому, бильба за помощь такую по дому. На самом-то деле все было наоборот, пока бильба суетился и совался под руку, гномы, напевая свою ужасную песню, ловко и быстро перемыли посуду и аккуратно расставили все по местам. Потом они всей толпой вернулись в гостиную, где Торин, закинув ноги на каминную решетку, невозмутимо покуривал трубочку. Он выпускал небывалые дымные кольца, чуть ли не стележное колесо и направлял их то вверх, то к дымоходу, то нахлобучивал на часы над камином, то катил под стол, а то и просто давал им свободно плыть к потолку. А Гэндальф, часто попыхивая своей короткой глиняной трубочкой пых, 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 пускал колечки поменьше, и они, кружась, настигали дымные кольца Торина, проскочив сквозь кольцо гнома и, покружив по комнате, колечки волшебника послушно возвращались к нему и повисали над головой зелеными венчиками. Вскоре над Гэндальфом скопилось столько дымных колец, что они окутывали его мерцающим облаком. В колдовском свете вечерних сумерек под невесовой шапкой дыма Гэндальф выглядел таинственным и всемогущим. Бильбо стоял и завороженно наблюдал за волшебным кружением дымных колец. Он припомнил, как еще утром гордился тем, что ветер относил выпущенные им жалкие колечки за холм и, покраснев, почувствовал себя мелким хвостунишкой. А теперь сыграем что-нибудь! Эй, тащите свои инструменты! Кили и Фили кинулись к своим сумкам и вынули оттуда крохотные скрипочки. Дори, Нори и Ори неожиданно извлекли из-под плащей флейты. Бамбур приволок из прихожей барабан. В руках у Бифура и Бафура возникли кларнеты, которые, оказывается, лежали вместе с посохами. А мы оставили свои инструменты на крыльце! Прихватите заодно и мой! Вскоре гномы вернулись. У каждого была виола, ростом с него. Вдобавок они принесли изящную золотую арфу Торина, заботливо укутанную зеленой тряпицей. Стоило Торину коснуться струн, как плелась такая нежная и сладостная мелодия, что Бильбо тут же забыл обо всем на свете и поплыл по волнам музыки далеко-далеко от хобичей его норки. За реку, за холм, в неведомые земли, где в небе сияло сразу несколько лун. Вечерние сумерки занавесили маленькое окошко, скрыв из склона вершину холма. Заплясали вдали крохотные огоньки апрельских светлячков. Гномы играли и играли, а тень броды Гэндальфа скользила в медленном танце по стене. И тьма затопила гостиную, и огонь в камине погас, и тени растаяли, а гномы все играли и играли. Внезапно один из них затянул песню, тут же ее подхватил другой, третий, и вот уже музыка сплетается со звуками многоголосого пения. песня, пришедшая из глубин земли, из древних тайных жилищ, из гномьих преданий, заполнила дом Бильбо. До нас дошел лишь кусочек, отрывок этой бесконечной песни, в словах, которые только чуткое ухо может угадать протяжную мелодию. Слушайте. В тумане растаяли дальние горы, молчанье во мраке пещеры хранят. Закончим до ночи походные сборы и выйдем искать заколдованный клад. Гулы подземные, небу знакомы, звон колокольный и дробь молотков. Злато ковали безустали гномы, на клад наложили заклятие веков. Древние тайны, эти владения были открыты эльфам лесным. Эльфы искусно гранили каменья и наполняли их светом дневным. Звезды ночные сияли в коронах, в драконьем огне закалялись мечи, скользили сквозь кольца в кольчугах сплетенных лунные тени и солнца лучи. В тумане растаяли дальние горы, молчание во мраке пещеры хранят. Закончим до ночи походные сборы, выйдем искать нам завещанный клад. Гарфы умолкли и в мире под лунном эльфов напевы давно не слышны, рука не сколезет по серебряным струнам, никто не тревожит лесной тишины. Но бури и ветры стонали когда-то, и в тучах тонули дневные лучи. Огонь по деревьям метался крылата, как факелы сосаны пылали в ночи. Дол оглашался набатным трезвоном, дышала тревогой кромешная тьма, пламя ревело свирепым драконом, рушились башни, пылали дома, горное эхо умножило громы, глохли от грохота недра земли, подземные залы покинули гномы, клады сокрыли и скрылись вдали. Тают в тумане дальние горы, молчанье во мраке пещеры хранят. Закончим до ночи походные сборы, пойдем и отыщем потерянный клад. Гномы пели, а в сердце Бильбо рождалась любовь к чудесным вещам, сотворенным умелыми руками этих подземных жителей. Магия их волшебных деяний очаровывала хоббита, и в нем проснулась то давнее, что таилась на дне души каждого потомка великого тука. Жажда увидеть далекие поднебесные горы, услышать глухой шум сосен и грохот водопада, проникнуть в глубокие пещеры и при том держать в руке острый меч, а не посох странника. Бильбо приник к окну. В темном небе низко над верхушками деревьев висели крупные звезды, и он подумал о сверкающих во тьме пещер грудах драгоценных камней. В лесу за рекой полыхнуло пламя, кто-то, наверное, развел костер, но Бильбо представилось, как налетают свирепые драконы и своим огненным дыханием сжигают вокруг все живое. Он помотал головой и поспешил опять превратиться в обыкновенного обитателя усадьбы Бэг, что под холмом, в тихого и мирного хоббита по имени Бильбо Бэггинс. Он встал, дрожа от страха. Может быть, сделать вид, что отправляешься за лампой, а самому юркнуть за бочки с пивом в подвале и там затаиться и не показываться, пока гномы не уберутся из его дома. Тем временем пение кончилось, и все уставились на него сверкающими в полутьме глазами. — Куда это ты собрался? — спросил Торин, и по тону его голоса сразу стало ясно, что гном прочитал мысли хоббита. — За лампой темновато стало. — А мы любим темноту! Ха-ха-ха! Томные делишки творятся в темноте! До рассвета еще далека! — Да-да, пролепетал Бильбо и хотел было снова опуститься на табуретку, но от смущения промахнулся и плюхнулся на каминную решетку, задев ногой кочергу и угольные щипцы, которые с грохотом покатились по полу. — Тихо! Слово Торину! И Торин заговорил. — Гэндальф, гномы и господин Бэггинс. Мы собрались в доме нашего друга и сотоварища, этого необыкновенно храброго хоббита, да не упадет ни один волосок с его головы, ни один завиток с его ног. Поблагодарим хозяина за хлеб да соль, за вино да эль! Он умолк, ожидая от Бильбо ответной благодарности. Но бедняга хоббит услышал лишь, что его назвали храбрым, да еще вдобавок сотоварищем. Это не сулило ничего хорошего. Ошеломленный, он стоял столбом и беззвучно шевелил кубами. Повременив, Торин продолжал. мы собрались, чтобы обсудить, как, куда, с чем и зачем, что к чему и почему. Иначе говоря, наметить план действий. Ибо очень скоро, еще до рассвета, нам предстоит отправиться в долгое и далекое путешествие. Путешествие, из которого некоторые из нас, а может и все, кроме, конечно, нашего друга и советчика, мага и волшебника Гэндальфа, назад могут не вернуться. Но не станем унывать. Куда, зачем и почему, ведомо каждому из нас. Однако нашему уважаемому, гостеприимному хозяину, господину Бэггинсу и, пожалуй, самым молодым гномам, а именно Килли и Филли потребуются, возможно, дополнительные разъяснения. «Известно, Торин в простоте и слов не скажет. Он ведь важный и уважаемый гном. Неостановимый он готов так туманно толковать бесконечно». Но его плавную речь неожиданно оборвали. В конец перепуганный Бильбо после слов «могут и не вернуться» уже не мог сдерживаться. Крик ужаса, пронзительный, как рев паровоза, выскочившего из туннеля, вырвался из горла хоббита. Гномы повскакивали с места, прокидывая столы и стулья. В сумраке гостиной с зеленым огнем вспыхнул конец посоха Гэндальфа и в мерцающем свете все увидели маленького хоббита, застывшего на каминном коврике и мелко дрожащего, как фруктовое желе. Вдруг он с непонятным боплем молнией убил и раззади меня гром рухнул на пол. Ничего толкового гномы от него добиться так и не смогли, а потому просто буднили, положили на диван в соседней комнате, поставили рядом стакан с бодрящим питьем и вернулись к своим туманным делам. Нервный юноша, странностей у него хватает, зато это лучший из лучших, а уж в деле свиреп, как загнанный в угол дракон. Если вы когда-нибудь видели загнанного в угол дракона, то поймете, что по отношению к хоббиту это громко сказано. Такого не скажешь даже о прапрадядюшке старого тука, хоть он при его росте и силе мог не только оседлать, но и осадить лошадь, за что получил прозвище ревущий бык. Толкуют будто он в битве на зеленых полях разметал полкища гоблинов с гороховой горы, а их королю гольфимбулу снес голову одним взмахом дубинки. Снесенная голова пролетела по воздуху не одну сотню метров и угодила точнешенько в кроличью нору. Битва была выиграна, а с тех пор и пошла знаменитая игра в гольф. А тем временем на диване приходил в себя изнеженный потомок грозного левущего быка. Он сделал пару освежающих глотков, стараясь не шуметь, подкрался к двери и услышал, как Глоин то ли презрительно фыркнул, то ли пренебрежительно хмыкнул. Хм, думаете, он сгодится? Гэндальф тут нам здорово расписывал, какой он этот робец свирепый. Да если он поднимет такой же крик, как сейчас, то поднимет на ноги не только дракона, но и всю его родню. Тогда уж нам не сдобровать. Ха, нервный. Просто он трусливый. Не будь на его двери условного знака, я бы решил, что мы обознались дверью. Мне сразу не понравился этот суетливый пыхчащий толстячок. Он может быть кем угодно, хоть бокалейщиком, но уж никак не мастером отмычкой. Тут уж Бильбо не выдержал, распахнул дверь и ворвался в гостиную. В нем взыграла горячая кровь туков. Да, он готов обойтись без теплой постели и сытного завтрака, коли надо выказать свою свирепость. А у слова пыхтящий толстячок и вовсе его раззадорили. Правда, потом не раз в нем просыпалось благоразумие Беггинсов, и тогда он здорово раскаивался и приговаривал, ну и глупец Бильбо, что позволил затянуть себя в эту заварушку. Прошу прощения, я случайно услышал ваши слова. Не стану притворяться, будто понимаю, о чем вы тут толкуете. Какие-то отмычки, мастера, открыватели дверей, но одно мне ясно, вы подозреваете во мне труса ни на что негодного, но я докажу. Все тарелки, миски, чашки и блюдца. Глядя на грязную посуду, Бильбо убедился, что вечерние гости вовсе не привиделись в дурном сне, на что бедняга очень надеялся, но, поразмыслив, он с облегчением сообразил, что они убрались из его дома, не разбудив его. Хоть бы спасибо сказали, с неудовольствием подумал Бильбо, но что-то скребло у него на душе. Вот все и кончилось не начавшись. Не будь простофилий, Бильбо Бэггинс, не хватало еще в твои годы верить во все эти сказки про драконов и прочую ерунду. И он, как ни в чем не бывало, повязал фартук, развел в очаге огонь, скипятил воду и принялся мыть посуду. Потом угостил себя вкусным завтраком на кухне и отправился в столовую. Солнце было уже высоко, в распахнутую настиж входную дверь залетал теплый весенний ветерок. Воспоминание о неприятных ночных разговорах улетучилось, и Бильбо, весело насвистывая, собирался уже побаловать себя вторым завтраком, как вновь явился Гэндаль. Дружок, что ж ты мешкаешь? Не ты ли грозился встать пораньше? Вместо этого только принимаешься за еду? Какой это завтрак? Второй? Третий? А уже, между прочим, половина одиннадцатого? Они больше ждать не могли и оставили тебе записку. Какую такую записку? Ну и ну. Да ты, дружище, нынче сам не свой. Не уж ты даже пыль на каминной полке не вытирал? Причем здесь камин? Я еле управился смытьем посуды. Можно подумать, что здесь было не четырнадцать гостей, а целый полк. Если бы ты вытер пыль с каминной полки, то под часами нашел бы вот это. И Гэндальф протянул Бильбо записку. Конечно же, эти нахалы бесцеремонно использовали его собственную бумагу. А на ней было вот, что написано. Торин и компания приветствуют открыватели Бильбо. Благодарим за хлеб соль и особенно хвалим за готовность к приключениям. Условимся об условиях. Клад делится поровну, а следовательно доля открывателя четырнадцатая часть добычи, если удастся что-либо добыть. расходы на путешествие не в счет, то есть не за счет открывателя, включая и похороны, ежели он сам не пожелает ими распорядиться. Не смея прерывать твой безмятежный сон, отправляемся с позаранку, чтобы как следует подготовиться к путешествию. Будем ждать почтенного открывателя Бильбо в таверне зеленый дракон, что около воды. Ровно в одиннадцать утра. Надеемся, ты будешь пунктуальным, то есть прибудешь в назначенный пункт вовремя. С искренним приветом и почтением Торин и компания. У тебя осталось всего десять минут. Придется бежать. Но на это нет времени. Но и на это нет времени. оно бегом. До конца своих дней Бильбо не мог разуметь, как это вдруг он оказался на улице без шляпы, без тросточки, без гроша в кармане и без всего того, что обычно было на нем и при нем, когда он выходил из дому. С чего это вдруг он оставил недоеденным второй завтрак, недоубранный квартиру и вдобавок сунул связку ключей Гэндалф. Его мохнатые ноги сами несли своего хозяина по дорожке от дома, потом по тропинке мимо огромной мельницы, а там через реку и не спавляя уходу еще добрую милю или около того. Едва дыша, он долетел до таверны за секунду до того, как часы начали бить одиннадцать. И тут выяснилось, что он кроме всего прочего забыл и носовой платок. Браво! Балин уже поджидал его на пороге таверны. В этот момент из-за поворота дороги, что вела в деревню, показались и остальные. Они восседали на пони, нагруженных кроме того пучей всякого добра, корзинами, тюками, баулами, шерстяными одеялами, узлами, свертками. Рядом трусил маленький пони как раз пору коротышки Бильбо. Поскорей Ужасно извиняюсь, но я без шляпы и к тому же вышел из дома без гроша и без носовых платков. Вашу записку я получил, если быть точным, только в десять сорок пять утра. Надвалин прервал его извинения. Эх, ерунда, обойдемся без такого пустяка, как точность. Тебе также на время путешествия придется обойтись без пустяковины вроде носовых платков или чего-то в этом роде. Красное весеннее утро — это путешествие. От таверны потянулась вереница тяжело груженных пони. Бильбо, в съезжавшем на глаза высветшем темно-зеленом капюшоне и великоватом плаще Двалина, выглядел, прямо скажем, нелепо. Страшно представить, что подумал бы о нем отец, почтенный Банго. Хорошо еще, что хоббиты безбороды, и Бильбо никак нельзя было принять за бородатого гнома. Едва они отъехали от таверны, как прискакал на великолепном белом коне Гендель. Он привез Бильбо ворох носовых платков, курительную трубку и табак. С появлением волшебника у путешественников здорово поднялось настроение. Всю дорогу они пели песню, рассказывали забавные истории и умолкали только на привалах, когда рот был набит едой. К сожалению, подкрепиться удавалось не так часто, как этого хотелось Бильбо. И все же это веселое и совсем безопасное путешествие начинало ему нравиться. Поначалу они пересекали земли хоббитов, эту обширную и мирную страну, населенную скромным, достойным народом, край с отличными дорогами и непременными постоялыми дворами. Иногда им навстречу попадался спешивший по своим делам хоббит или гном. Затем пошли незнакомые места, где слышалась странная непонятная речь и такие песни, каких Бильбо сроду не слыхивал. Наконец они добрались до бесплодных земель, где ни обитателей, ни наезженных дорог, ни тем более постоялых дворов не было и в помине. Впереди темнели поросшие лесом горы, одна другой выше. На вершинах некоторых из них можно было различить зловещие силуэты полуразрушенных древних крепостей. Ко всему прочему и погода испортилась. Еще накануне стоял отличный, почти сказочный майский денек, а теперь стало холодно и сыро. Здесь в бесплодных землях уже приходилось высматривать подходящее местечко для привала, укрываясь от бесконечно моросящего дождя. Кто бы мог подумать, что май на излете лепли за горами? Ворчал Бильбо, чайпони по колено в жидкой грязи плелся позади всех. В это время он обычно попивал чайок в тепле, а тут с утра лил дождь, в глаза затекало с краев капюшона, плащ промок насквозь, а утомленный коник то и дело спотыкался. Все раздраженно молчали, и не с кем было даже перекинуться словечком. Наверняка и тюки с одеждой промокли, и еду в сумках развезло. Ах, не ввяжись, я в это дурацкое приключение сидел бы сейчас дома в милой сердцу на ве, у камина, а на огне уютно посапывал бы, попыхивал чайник. Ах, не раз еще придется бедняге с тошкой вспоминать о той блаженной жизни. Гномы, знай себе, трусили впереди, не оборачиваясь и не обращая на хоббита никакого внимания. Солнце, скрытое плотными серыми облаками, должно быть, уже садилось, и к тому времени, когда они начали спускаться к речной долине, почти совсем стемнело. Поднялся ветер, и росшие по берегу ивы стали раскачиваться и жалобно вздыхать. Река вспухла от дождя и бурлящих мутных потоков, катившихся с гор. К счастью, оказался целым древний каменный мост. К тому времени, когда они переправились через реку, стемнело окончательно. Ветер разорвал облака, и в прорывах между летящими серыми клочьями заскользила бледная луна. Садники остановились, и Торин пробормотал что-то насчет ужина и сухого местечка, где можно было бы устроить ночлег. И только теперь они заметили, что Гэндольф исчез. До сих пор он держался вместе с ними, но так и оставалось непонятно, собирается ли волшебник участвовать в деле со всей компанией, или просто едет за компанию, пока им по дороге. Он ел больше всех, говорил и смеялся громче всех, и вдруг испарился, будто его и не было. Кто же нам в случае чего наколдует еду? Захныкали Дори и Ной, которые, как и Хоббит, считали, что есть надо часто и много. Недолго думая, решили заночевать там, где остановились. Отыскали местечко посуши под деревьями. Впрочем, и здесь при малейшем дуновении ветра дождем падали с листья в крупные капли. И эта бесконечная кап-кап наводила костю. Вдобавок ко всему ни за что не желал разгораться костер. Гномы умеют разжигать костры где угодно, когда угодно, и из чего угодно. Но этой ночью ничего не получалось. Даже у таких непревзойденных раздувателей костра, как оин и глорин. Потом неведомо чего испугался и ринулся прямиком в реку пони. Фили и Кили, сами чуть не утонув, выволокли беднягу из воды, но спасти навьюченную на него поклажу не сумели, и тюки унесло быстрым течением. Ужасное невезение, тем более, что в тюках были запасы еды и на ужин осталось совсем немного, а на завтрак и того меньше. Они сидели мрачные, промокшие до нитки и ворчали на оина и глойна, которые все еще безуспешно возились с костром. Бильбо печально размышлял, что приключение это не только приятная прогулка верхом под ласковым майским солнышком. Он совсем было уже пригорюнился, когда стоявший в дозоре Балин закричал «В огонь! Вон там огонь!» И верно, на вершине ближнего холма сквозь густые заросли, рыжеватым пятнышком призывно мерцал огонек костра или факела. Несколько минут путники молча смотрели на него, не зная, на что решиться. А потом горячо заспорили, конечно, да, говорили одни, конечно, нет, возражали другие, одни утверждали, что лучше погреться у костра и получить горячий ужин, чем остаться голодными и холодными, а другие толковали свое. края эти нам плохо знакомы, да и горы близко. Безобидные путешественники вроде нас редко сюда забредают. А старым картам нечего верить, времена мы нечините. Дороги не охраняются порядка никакого, а короле бродяги и слыхом не слыхивали. Чем меньше будем совать нос куда не следует, тем меньше неприятностей. Нас четырнадцать как никак. Зато Гендальфа нет как нет. Тут все наперебой стали судить дорядить, куда же запропастился волшебник. Спорили, спорили, пока Глоин и Оин не затеяли потасовку. Это всех тут же и примирило. В конце концов, с нами мастер отмычка. И они, недолго думая, потянулись навстречу неизвестному огоньку. Осторожно ступая, ведя пони на поводу, они вскоре подкрались к холму и углубились в лес. Ничего похожего на приличную дорогу не было и в помине. Карабкая с чернильной тьме по крутому склону, они наделали немало шума. Треск сухих веток под ногами, грохот катящихся в них камней, оханье и аханье взбудоражили, казалось, всю округу. Огонь плеснул в глаза неожиданно. Теперь твоя очередь, отмычка. Зашептали гномы и подполкнули вперед Бильбо. Разведай, что это за огонь и нет ли опасности? Если все тихо, тут же возвращайся. А Торин напутствовал его. И бедняга Бильбо покорно двинулся навстречу беде. Хотя он не сумел бы и раза ухнуть совой, а тем более филином. Зато никто лучше хоббитов не умеет бесшумно ходить по лесу. Никто на свете. И хоббиты очень этим гордятся. Бильбо презрительно хмыкло, слушая поднятый в лесу гноми шумгам. Правда, нормальные люди вроде нас с вами не услышали бы топота и целой армии гномов промышевывали они у нас под самым носом. Но то мы, а то хоббит, а неслышные шаги Бильбо не спугнули бы и самого осторожного зверька, хоббит подобрался очень близко к огню и обомлел. Вокруг огромного костра, сложенного из цельных стволов бука, расселись трое великанов. Над огнем жарилась на вертеле баранья туша, а великаны глотали слюнки и облизывали жирные пальцы. Дурманищий аромат кружил голову. Рядом с костром стояла бочка какого-то вкусного питья, и великаны черпали оттуда кружку за кружкой. Тролли! Вот кто это! Тут же догадался Бильбо, хоть он сроду так далеко от своей уютной норы не путешествовал, но сразу узнал этих великанов по их мерзким физиономиям, громадным, будто из скалы вырубленным ногам, а главное по разговорам, слишком грубым для хоббичьих ушей. Вчера баранина, сегодня баранина, да провалится мне на этом самом месте, если завтра я погляжу на эту проклятую баранину. Точно! Я уже вкус человечины забыл. И о чем только думал этот безмозглый чурбан Вильям, когда приволок нас сюда. Даже выбивка и так кончается. И он со злостью толкнул локтем Вильяма, который только что собирался отхлебнуть из своей кружки. И Вильям поперхнулся. Заткнись! По-твоему, человечинка сама к вам с бердом пожалует. Здрасте! Вот она я! Лопайте на здоровье! До с тех пор, как мы с гор спустились, ты полторы деревни сожрал, и не облизнулся ненасытная скотина. Такие пошли времена, что ты за кусок жирной баранины должен был сказать «спасибочке, Билл!» Он отхватил зубами добрый куст бараньей ноги и вытер рукавом губы. Да, скажу вам, не овечки эти тролли, а Бильба, услыхав такие речи, понял, что медлить нельзя. Надо бы потихоньку смыться и предупредить друзей, они и ведать не ведают о трех злобных троллях, которые наверняка не откажутся испробовать жареных гномов или пони, испеченных на вертеле. А может не торопиться и улучшив момент покопаться, к примеру, в карманах троллей. Не зря же его нарекли мастером отмычкой. Эх, будь на его месте настоящий мастер своего дела, тот еще и барана спиртила утащил бы и вдобавок бочку питья укатил. Да и троллей в единый миг перебил бы всех до одного, а потом всю ночь веселился. Про настоящих смельчаков Гильбо был наслышан и читал о них. Он вообще многое знал из того, чего сам не видел и не делал. Все эти мысли его сильно раздревожили и привели в дурное расположение духа. Вдруг захотелось оказаться за три девять земель отсюда. Но все же, все же не мог он вернуться к Торину и остальным с пустыми руками. Он затаился в тени дерева, буквально разживаясь на части. Самое легкое из того, что обычно делают храбрецы умельцы, обчистить карманы троллей, решившись Бильбо пополз к дереву и оказался прямо за спиной Вильяма. Тролли Берт и Том отошли за следующим бочонком. Вильям запрокинул голову, высасывая последние капли пива из своей кружки. Затаив дыхание, Бильбо сунул руку в оттопыренный карман тролля и сразу же нащупал кошелек величиной смешок. Ха! Обрадовался Бильбо, удивляясь своей ловкости и поражаясь легкости и простоте нового ремесла. Это только начало! Начало уж это точно. Хоббит и не подозревал, что кошельки у троллей секретом. И тут такое началось! Эй, а ты кто? Заверещал вынутый из кармана кошелек. Вильям мгновенно обернулся и схватил Бильбо за шкирку, прежде чем тот успел шевельнуться. Что за чертовщина? Эй, Берт, иди погляди, кого я сцепал! Что это такое? Мне почем знать? Ты что такое? Бильбо Бэггинс мастера отмы хоббит, пролепетал бедняга, трясясь всем телом и пытаясь сообразить, как ухнуть по-савиному, пока его не прикончили. Ишь ты, мамы хоббит, озадачен наглазили на него великаны. Тролли вообще туговато соображают, оттого не жалуют ничего нового. Одного не пойму. Чего надо этому мамы хоббиту в моем кармане? Интересно, каков он на вкус? Попробуй. Да тут если не считать шкуры до костей, мясца на один зубок, а может эдакой живности здесь много водится, на пирог с начинкой наберется. Эй, ты сказывай, много ли вас тут лохматых по лесу шастает? Рявкнул он, поднимая хоббита в воздух за мохнатые ноги. Видимо, не видимо, пискнул Бельбан и спохватился, что нельзя выдавать друзей и поспешил добавить. Не видел ни одного. Так видимо или невидимо, что-то я в толк не возьму. Рявкнул Берт и, перевернув Бельбу, ухватил его за волосы. Да я как раз от вам и толкую. Что вам нет толку? Пожалуйста, добрые господа, не готовьте из меня ничего. Я сам готов вам сготовить такое, чего из меня ни за что не приготовить. Завтра я вам приготовлю отличный завтрак, если только сегодня вы меня не приготовите на ужин. Дал с тебе этот худышка замухрышка. Брось его, Берт, пусть сначала объяснит, почему их то видимо, а то невидимо. Не желаю, чтобы кто-нибудь из этих видимо или невидимо во сне мне глотку перегрыз. Ну-ка сунем его лохматые ноги в костер, и подержим так, пока не заговорит. Ни к чему это. И потом, если разобраться, я его поймал мне и отпускать. Ты тостопузый дурень, Вильям! Я говорил это сегодня вечером и готов повторить снова. Вот ты грубая скотина, а ты у меня за скотину получишь, Билл Хаггенс. рявкнул Берт и залепил Вильяму кулаком глаз. Тут они исцепились, забыв про Хоббита. Биль бы шлепнулся под ноги дерущимся, и не будь дурак, поскорее отполз подальше. А тролли, рыча, как собаки, изрыгая ругательство и легаясь, уже катались вокруг костра и безжалостно молотили один другого пудовыми кулаками. Том дубасил бревном обоих без разбору, пытаясь их разнять, но это только прибавляло им ярости. Самое время было улепетнуть, но тролль своими громадными лапищами так помял Бильба, что тот лежал не в силах пошевелить ни ногой, ни рукой и еле переводил дыхание. И вдруг в разгар драки из темноты выскользнул Балин. Гномы услыхали шум и замерли, ожидая, что Бильба вот-вот вернется или на худой конец ухнет совой. Ни Бильба, ни совиного крика. Тогда гномы тихо и осторожно один за другим поползли на огонек. Но как только в свете костра показался Балин, громадный дом издал ужасный вопль. Известно, что тролли терпеть не могут живых гномов. Им по вкусу только жареные. Берт и Билл мигом прекратили драку и в один голос забопили. Мешок! Том, скорей! Балин и ахнуть не успел, как оказался в мешке. Первый! Сейчас и остальные появятся, или я полный идиот! Теперь-то я уразумел, что такое видимо и невидимо. Мы хоббитов невидимо, а гномов видимо. Выходит, ты не такой уж полный идиот. Спрячемся подальше от света. Тролли затаились в темноте под деревьями, держа на готове пустые мешки из-под барана и всякого награбленного добра. Стоило очередному гному приблизиться к костру и зазеваться на облоданные бараньи кости и валявшиеся в траве кружки как хлоп, и он с головой исчезал в затхлом вонючем мешке. И вскоре около костра валялась целая куча шевелящихся мешков. Двалин лежал на балине, Фили и Кили рядком, Дори, Нори и Ори один на другом, Оин Глоин, Бифур, Бафур и Бамбур были и вовсе навалены как попало. Так им и надо! Злобно прошипел Том. Ему все-таки досталось от Бифура и Бамбура, которые кусались и царапались до конца. Все гномы в минуту опасности дерутся как безумные. Торин подкрался к костру самым последним и троллям не удалось застать его врасплох. Крики и шум насторожили гнома. Ему даже не обязательно было видеть ноги друзей, беспомощно торчавших из груды мешков, чтобы понять, что здесь не все ладно. Он спрятался за дерево и пробормотал. «Что такое? Кто наших бьет?» «Тролли!» прошептал Бильбо из-за соседнего дерева. «Вперед!» скомандовал себе Торин и так стремительно метнулся к костру, что тролли и ахнуть не успели. А гном выхватил из огня горячую ветку и ткнул Берта прямо в глаз. Ослепленный тролль завертелся на месте. Бильбо кинулся на помощь гному и попытался ухватить Тома за ногу. С таким же успехом он мог обнять ствол столетнего дуба. Тролль тряхнул ногой и хоббит кувыркаясь отлетел в кусты, а в лицо гнома брызнули горячие угли, поддетые громадной ступней великана. Торин не остался в долгу и Том тут же получил поленом зубы. Один зуб кракнул и тролль взвыл от боли. Но в этот момент Бильгем подкрался и накинул ему на голову мешок. Тем и закончился неравный бой. Теперь все гномы лежали рядком в завязанных мешках, а вокруг сидели три разъяренных тролля, двое из которых были на славу разукрашены синяками и ожогами. Они горячо спорили, как получше приготовить гномов на ужин. Один хотел поскорей зажарить целиком на вертеле, другой предлагал разделать и сварить похлебку. Третий толковал, что самое лучшее посидеть на мешках, размять гномов, раздавить, раздробить все косточки и проглотить сырыми. Бильбо в разодранной одежде и расцарапанный колючками до крови валялся в самой гуще кустов, не смея шевельнуться. И тут появился Гэндальф, но для всех он остался невидимым. тролли наконец устали спорить и согласились с предложением Берта зажарить гномов. «Ну вот, будем возиться до утра, а съесть так и не успеем». Раздался неведомо откуда голос. Говорил-то невидимый Гэндальф, но Берту показалось, что это сказал Вильям. «Опять перечишь, Билл?» вскипел он. «Так и впрямь до утра будем возиться. Кто перечит? Сам хорош». Огрызнулся Вильям, которому наоборот померечилось, что говорил Берт. «Ты кто ж еще? врешь?» Взъявился Вильям и спор разгорелся снова. В конце концов порешили разделать гномов и сварить поклебку. Приготовили большой закопченый котел и вытащили острые ножи. «Ха! Варить! Глупая затея!» Снова проговорил голос. «Воды у нас нет, а до колодца тащиться и тащиться!» Берт и Вильям решили, что это сказал Том. «Заткнись!» набросились они на него. «Будешь еще встревать, сам и пойдешь за водой! Сам заткнись, дубина!» Зашипел на Вильям о том, который был уверен, что слышал именно его голос. «Кто дубина?» скинулся Вильям. «Ты!» оскалился том и спор вспыхнул с новой силой. Казалось, тролли разорвут друг друга, но они наконец успокоились и на этот раз решили сесть на мешки, размять хорошенько гномов и уже потом их есть. «Кто первый, из которого начнем?» спросил голос. «Я первый!» «Осяду на последнего!» вызвался Берт, которому Торин поджег глаз. Он полагал, что отвечает Тому. «Чего сам с собой споришь?» рассердился Том. «Садись хоть последним на первого, хоть первого на последнего! Только где он первый? Тот, что в желтых чулках был!» сказал Берт. «Чепуха!» Тот был в серых!» сказал голос голосом Вильяма. «В желтых!» я точно помню! «А кто спорит, конечно, в желтых!» поддакнул Вильям. «Ты споришь в серых!» передразнил его Берт. «Ничего такого я не говорил! Это Том сказал! Я!» скинулся Том. «Сам всех путаешь!» «Ага! И Том подтверждает! Так что кончай спорить и заткнись!» Накинулся на Вильяма Берт. «Это ты мне говоришь!» сжал кулаки Вильям. «Угомонись!» скричали разом Берт и Том. «Надо поторапливаться! Ночь кончается! Рассвет скоро!» «А рассвет не пощадит, в мертвый камень превратит!» Голосом Вильяма пророкотал неизвестный голос. Но настоящий Вильям не успел вымолвить ни слова, ибо в ту же секунду небо над холмами посветлело, грянули птичьи трели, Вильям как стоял, так и окаменел. Берт и Том тоже превратились в неподвижные каменные глыбы. Так они и стоят по сей день, и только птицы иногда садятся на эти грубо вытесанные одинокие извояния. «Нам-то с вами известно, что тролли до наступления утра должны успеть спрятаться под землю, а не то навечно обратятся в скалы». Это и случилось с Бертом, Томом и Вильямом. «Чудесно!» возгласил Гэндальф, выходя на свет и помогая Бильбо выпутаться из колючек. Тут только Бильбо и сообразил, что слышал голос волшебника, который заставил троллей ссориться и спорить до тех пор, пока наступивший рассвет не превратил их в камень. Теперь оставалось только развязать мешки и выпустить на волю гномов. Беднежки чуть не задохнулись и были ужасно рассержены. А кому понравится лежать в мешке и слушать, как тролли рассуждают то ли поджарить тебя, то ли сварить, то ли и вовсе раздавить в лепешку? Они заставили Бильбо рассказать, а потом еще и повторить, чем же он так сполошил и разозлил троллей. «С чего это ты принялся шарить по чужим карманам, когда нам всего-то и нужно было, чтобы погреться у костра да поесть?» набросился на него бомбур. «Без драки и этой малости вы бы не получили. И давайте зря времени не терять. У троллей наверняка где-то поблизости есть пещера или глубокая расселина, куда они прятались от солнца. Неплохо бы туда заглянуть. Они принялись искать и вскоре наткнулись на петлявшие между деревьев следы громадных каменных башмаков. Следы тянулись вверх по склону холма и привели к скрытой зарослями кустов большой каменной двери. Они и дергали ее, и толкали, и наваливались все разом, дверь не поддавалась, не помогли даже волшебные заклинания Гэндальфа. Может быть, этим попробовать? Робко спросил Бильбо, когда все окончательно выбились из сил. Я нашел его на земле во время драки. И он протянул громадный ключ, который Вильяму должно быть казался совсем крохотным. Тролль его, наверное, и выронил, прежде чем окаменел. Что ж ты раньше не сказал? Закричали гномы, а Гэндальф схватил ключ и сунул его в замочную скважину, и тяжеленная каменная дверь легко растворилась от одного толчка. В нос им ударил отвратительный запах. Они вошли в пещеру и увидели разбросанные по полу кости, а на полках наваленную в беспорядке всевозможную снеть. В углу среди ссора и мусора лежали горы воровской добычи, горсти медных пуговиц, горшки, доверху наполненные золотыми монетами, а на гвоздях вдоль стен висело много разной одежды. Тролям все эти штаны и куртки были явно малы, а значит принадлежали их несчастным жертвам. Здесь же висели короткие, длинные, широкие и узкие, выкованные различными мастерами мечи и ножи. Особенно хороши были два меча в роскошных ножнах и с рукоятками, украшенными драгоценными камнями. Эти мечи взяли себе Гэндальф и Торин. Бильбо облюбовал кинжал в кожаных ножнах. Троллем он служил на самом деле перочинным ножиком. Волшебник наполовину вытащил из ножен свой меч и с удовольствием заметил. Отличный клинок! А ковали его не тролли, не здешние кузнецы, да и не в наше время. Ну, а когда прочтем вырезаны на них заклинания, узнаем и побольше. Давайте-ка выбираться отсюда, дышать нечем, поморщился Фили. Они прихватили горшки с монетами, кое-какую еду, которая показалась мне очень противной, полную бочку пива и поспешили выскочить наружу. На свежем воздухе голод напомнил о себе, и они накинулись на пищу троллей, уплетая все подряд. Запасов кладовой великанов оказалось немало. Теперь у путников был и хлеб, и сыр, и пиво на случай жажды, и даже добрый кусок засоленной свинины, которую можно будет зажарить на углях. После беспокойной ночи они спали, как убитые до полудня, потом зарыли в приметном месте невдалеке от реки горшки с золотом, разыскали своих пони и потрусили по дороге, держа путь на восток. Позволь узнать, куда ты тогда запропастился, спросил Торин волшебника. В ту сторону, поглядеть, что там, загадочно ответил Гэндальф. А как ты догадался вернуться так вовремя? Поглядел в эту сторону. Понятно. А поточнее, мог бы объяснить? Я поехал разведать дорогу. Она будет трудной. Впереди нас могут поджидать опасности. Запасов еды у нас маловато. Хорошо было бы пополнить. На счастье я повстречал старых друзей из Ревендейла. Где это? спросил Бильбо, но Гэндальф прикрикнул на него. Не перебивай! Если повезет, будем там через несколько дней, тогда и узнаешь. О чем я говорил? Ах, да, встретил двух приятелей Элронда. Они торопились покинуть эти места, потому что опасались троллей. От них-то я и узнал, что с гор спустились трое троллей, засели в лесу у самой дороги, нагнали на всю округу страху и подстерегают случайных прохожих. Я понял, что мне надо вернуться к вам. Вгляделся, увидел вдали дым костра и поспешил туда. Остальное вы знаете. Но в другой раз прошу вас, будьте осторожнее, иначе мы никогда и никуда не доберемся. Премного тебе благодарны за все. Солидно проговорил Торин. Глава третья Короткий отдых Ни в этот день, ни на следующий они не пели, не болтали, не рассказывали веселых историй. И на третий день тоже ехали молча. Погода разгулялась, небо очистилось, но путникам все чудилось, будто тучи над ними сгущаются. Ночевать им приходилось прямо на открытом воздухе, а еда, найденная в пещере троллей, быстро закончилась. Зато пони, щипавшие сочную травку, были сыты и веселы. На четвертое утро путь всадникам преградила грохочущая по камням пенная река. Они переправились в рот в самом мелком месте и с трудом забрались на крутой скользкий берег, ведя лошадок на поводу. Впереди громоздились высокие горы. Они почти заслонили небо, и казалось, что до подножья ближайшей всего лишь день легкой прогулки. По ее бурым склонам скользили лучи солнца, но все равно выглядела она темной и мрачной, а на таявшей в тумане вершиной мерцали острые снежные пики. Это и есть та гора. Никогда в жизни Биль бы не видел такой громадины. Вовсе нет. Это только первая гряда туманных гор. Нам надо будет переварить через них или, если удастся, пройти насквозь, там только и начнется дикый край, а оттуда еще топать и топать на восток до одинокой горы, где дракон смог прячет наши сокровища. «Вон оно что!» протянул Биль бы и в то же мгновение на него навалилась такая усталость, какой никогда прежде не бывало. И снова ему припомнилось уютное кресло возле пылающего очага и тихое посвистывание закипающего чайника. Вернется ли когда-нибудь эта чудесная спокойная жизнь? Теперь во главе ехал Гэндальф. Смотрите, не прозевайте дорогу. Первым делом надо раздобыть еды, а потом хорошенько отдохнуть в укромном безопасном месте, но правильная дорога все же самое главное. Иначе недолго и заблудиться, так и не добравшись до туманных гор. Тут посыпались вопросы, где эта самая дорога и куда она их приведет. Надеюсь, вам ясно, что мы у самой границы дикого края. Где-то впереди лежит чудесная долина Ревиндейл. Там в уединенном убежище живет Элронд. Я послал ему со своими друзьями весточку и он ждет нас. Слышать это было приятно и утешительно. Но ведь надо еще отыскать дорогу к уединенному убежищу. Вокруг не было ничего, за что мог бы уцепиться глаз, ни деревьев, ни речных долин, ни холмов, но потрескавшиеся скалы в сиреневом тумане вереска с пятнами зеленой травы и клочьями мха давали надежду найти в конце концов воду и жизнь. Миновало утро, настал полдень, но по-прежнему их окружала безрадостная безжизненная пустыня. Путники упорно стремились вперед, и на подступах к горам уже угадывались какие-то неуловимые признаки жилья. Неожиданно открылись цветущие долины, широкие поросшие кустарником овраги с обрывистыми берегами, а на дне их возникали купы деревьев и шумели быстрые пенные потоки. На пути попадались темные расщелины, через которые казалось можно перепрыгнуть одним махом, но они были невероятно глубокими, и с каменных уступов срывались на дно грохочущие водопады. Иногда дорогу перегораживали бездонные пропасти, и приходилось делать большой крюк, чтобы обойти их. То и дело они натыкались на трясины, обманчиво напоминавшие чудесные усыпанные цветами зеленые луга. Но стоило нагруженным поклажей пони лишь ступить на неверную лужайку, как жадная пучина могла их засосать навсегда. Путь от брода до подножья гор к изумлению Бильба оказался намного длиннее и труднее, чем это представлялось вначале. Путники медленно двигались по единственной, еле различимой тропе. Она была отмечена лишь небольшими и совсем маленькими белыми камешками, почти скрытыми под омхом и среди кустиков вереска. Даже Гэндальф, который неплохо знал эти места, отыскивал дорогу с трудом. Двигаясь от камешка к камешку, он перегибался с седла так низко, что борода его почти мела по земле. И все же они так и не приблизились к цели, хотя день уже клонился к вечеру. Правда, луна еще не взошла, но время обеда давно миновала, а они чайку не попили. Даже пони под бильбо начал все чаще спотыкаться о камни и корни. Вдруг перед ними разверзлась глубокая пропасть. Это было так неожиданно, что конь едущего впереди Гэндальф чуть не сверзился с крутого обрыва. Вот и добрались. Спутники сгрудились вокруг него и с опаской заглядывали через край обрыва. Далеко внизу раскинулась обширная долина. Оттуда доносился гул реки, катившей волны в каменном ложе. Воздух был наполнен густым ароматом цветущих деревьев, а по ту сторону реки призывно мерцали огоньки. Никогда не забудет Бильбо, как в сгустившихся сумерках они скользили и скатывались по крутой извилистой тропе в долину Ривенделл. Чем ниже они спускались, тем приятнее и теплее становился воздух от терпки хвойный аромат сосен убаюкивал. Хоббит поминутно клевал носом, рискуя свалиться с седла, голова его падала на грудь или утыкалась в холку пони. Но с каждым шагом, уводящим путников вниз, в долину, настроение их повышалось. Теперь, кроме сосен, их окружали дубы и буки, а сумеречная тишина навевала приятную дрему. Когда они наконец достигли заболоченной поймы реки, тьма окончательно смыла последние краски с травы, цветов и деревьев. «Хм!» подумал Биба. Подходящее местечко для эльфов. Он поднял голову и поглядел на высыпавшие в небе звезды. Голубые, сияющие, они мерцали и подмигивали. Вдруг из-за деревьев, как взрыв смеха, брызнула песня. О, что вы творите? Куда вы спешите? Еще не готовы для пони подковы? И речка Ахах бурлит в берегах. О, что вам не спится, в домах не сидится и дым над кострами, и пар над котлами. Клубица ля-ля, народ веселя. О, знают едва ли и балин и двалин, куда они сами, тряся бородами, шагают тарам по лугам, по горам. О, не спешите, друзья, погодите, пони хромают, день угасает, а песни трарам звучат до утра. Эти насмешники, скрытые в гуще деревьев, весело распевали, а смели сказать, несли очаровательную чепуху. Но их это нисколько не заботило. Они бы просто расхохотались в лицо тому, кто, как я, осмелился бы назвать их песню бессмысленной ерундой. Кто они? Да, конечно же, эльфы! Вскоре Бильбоу ловил мелькавшие в сгустившейся темноте тени. Эльфы нравились ему на расстоянии, но близко сталкиваться с ними он опасался. А гномы так те и вовсе не ладят с эльфами. Даже такие умные гномы, как Торин и его друзья считают их глупыми. А это самая большая глупость, глупее, которую и придумать нельзя. Гномы терпеть не могут насмешек, а эльфы обожают подтрунивать над их бородами. Ха-ха-ха! Смотрите, смотрите, дружище Бильбо, хоббит верхом на пони, чудеса! И они задеяли новую песню еще забавнее, чем та, что вы слышали. Наконец, из гущи деревьев выскользнул высокий молодой эльф и поклонился Гэндальфу и Торину. Добро пожаловать в долину! Благодарим! Однако Гэндальф уже соскочил с коня и, окруженный эльфами, весело и оживленно болтал с ними. Вы немного сбились с пути, если, конечно, держите путь к тому дому за рекой. Мы вас проводим, но до моста и дальше вам лучше бы спешиться и идти пешком. А пока не желаете немного побыть здесь с нами и попеть в волю? Или вы торопитесь? Ужин там, кажется, ждет вас и дымком костров тянет? Как не устал Бильбо. Он был непрочь ненадолго задержаться и потолковать с эльфами послушать их песни. А пение эльфов звездной июньской ночи, если вы в этом хоть что-то смыслите, очень стоящая вещь. Бильбо любопытно было бы перекинуться парой слов с этими существами, которые знают не только его имя, но и кто он такой, хотя до сих пор он их в глаза не видел. Может, удастся выпутать у них кое-что о путешествии, в которое его втравили? Эльфам ведомо многое из того, что происходит на свете. Новости отовсюду долетают до них самым чудесным образом и быстрее ветра. Но гномам не терпелось поужинать. Они не желали терять ни минуты, двинулись дальше, ведя пони на поводу и вскоре вышли к реке. Ее воды пенились и неслись мутным грохочущим потоком, сбегавшим с подтаявших снежных вершин. С берега на берег был перекинут каменный мост, но такой узкий, что пришлось переходить цепочкой по одному, следя, чтобы пони не оступились. Эльфы посвечивали им фонариками и подбадривали веселыми песенками. Не намочи бороду, старина! Кричали они длиннобородому Торину, который чуть ли не полз по опасному мосту на четвереньках. Следите, чтобы Бильбо не слопал все коржики. Не то этот пузан скоро не сможет и в дверь пролезть. Доброй ночи, чудесный народ! И поосторожней укоротите языки и долины имеют души. Наконец спутники добрались до уединенного убежища, двери которого были широко распахнуты для гостей. Вот странность! Начни рассказывать о чем-нибудь хорошем и приятном. Все быстро заскучают. Зато обо всяких бедах, несчастьях и опасных приключениях вас будут слушать разенув рот. Потому не будем долго толковать, а скажем лишь, что путники провели в этом гостеприимном доме много приятных дней, ровным счетом четырнадцать, и готовы были остаться там и подольше. А Бильбо тот и вовсе желал бы жить здесь всегда. Предложи ему сейчас по волшебству перенестись в его уютную хоббичью норку, он еще подумал бы. Элронд, хозяин дома, был другом эльфов и предводителем тех людей, предки которых еще в доисторические времена участвовали в войне эльфов с гоблинами и первыми освоили север. Он был благороден и красив, как и подобает повелителю эльфов, могуч как воин, мудр как волшебник, величав как король гномов и щедр как лето. О самом Элронде ходило много историй, но в истории приключений Бильго он принимал небольшое, хотя и очень важное участие. Имейте терпение дослушать нашу историю до конца и все узнаете. В доме Элронда каждому было хорошо и тому, кто любит поесть, и тому, кто не прочь поспать, и тем, кто не отлынивает от работы, и другим, которые, наоборот, готовы день и ночь слушать сказки или распевать песни, и тем, кто любит посидеть и подумать в тишине, и тем, кому нравится все понемногу. Только злу не было места в этой благословенной долине. И сами путники и их пони за несколько дней здорово отдохнули и набрали силу. Одежку им подштопали, настроение подправили, синяки подлечили, походные сумы были набиты едой, такой легкой и сытной, чтобы запросто взобраться на любую гору. Вдобавок им надавали уйму дельных советов, а между тем близился день летнего солнцеворота, на восходе которого им предстояло отправиться в путь. Элрон знал и мог прочесть самые древние письмена. Перед расставанием он осмотрел мечи, добытые в пещере троллей, и молвил. Не тролли ковали эти мечи. Это старинное оружие эльфов Запада, моих великих родичей. Изготовлены мечи в гондолине в эпоху воин с гоблинами. Должно быть, имя заведовал какой-нибудь дракон или гоблин, ведь именно драконы и гоблины разрушили древний город. Твой меч, Торин, непростой. Зовется он Оркрист, что на языке гондолинцев означает сокрушающий гоблинов. А в твоих руках Гэндальф, меч короля гондолина, Глемдринг имя ему, что значит молотящий врагов. Берегите их, как зеницу ока. Но как же они попали к троллям? Спросил Торин с интересом, разглядывая свой меч. Сказать наверняка не могу, но думаю, тролли ограбили других грабителей или просто наткнулись на припрятанную в горах чужую добычу. Я слышал, что еще со времен войн между гномами и гоблинами в заброшенных пещерах мори сохранилось немало древних кладов. Торин внимательно слушал Элронда. Этот меч я буду беречь как собственную честь, и, может быть, скоро он вновь станет грозой гоблинов. Пусть же он не подведет тебя, когда вы окажетесь в горах. А теперь покажите-ка мне вашу карту. Он развернул ее и, впиваясь пристальным взглядом, долго смотрел, хмурясь и покачивая головой. Элронд не жаловал гномов и особенно их страсть к золоту. Однако жестоких и злобных драконов он просто ненавидел. Одно лишь воспоминание о разрушенных стенах Дейла, о когда-то радостном перезвоне ныне умолтнувших колоколов города наполняло его печалью. Серебряный свет широкого полумесяца озарял все вокруг. Элронд поднял карту и глянул на просвет. Что это? Сквозь четкие письмена, гласящие здесь могут пройти три гнома в ряд и в полный рост просвечивают лунные буквы? Какие еще лунные буквы? Загорелся хоббит. Я помнится говорил вам, что Бильбо любил карты. Нравились ему и древние письмена. Вообще он восхищался всякими искусно выведенными завитушками и рукописной вязью, ибо сам писал, как курица лапой. Лунные буквы это те же письмена, только невидимые. Простым глазом их не взглядишь. Они проявляются лишь под лунным светом, а бывают и совсем тайны. Чтобы прочесть эти письмена, нужно дождаться той же лунной фазы, в которую они были начертаны. Тебе, наверное, известно, что писали их гномы серебряными перьями. Письмена на этой карте выведены такой же ночью, как и нынешние, в канун летнего солнцеворота. И что они означают? Разом подались вперед Гэндальф и Турин. Им было досадно, что не они, а Элронд первым разгадал тайну надписи. По правде говоря, у них еще не было подходящего случая заняться картой. Когда услышишь крик дрозда, стань у серого камня, прочел Элронд. Луч заходящего солнца стрельнет в замочную скважину, и будет это в день Дьюрина. Дьюрин. Он же он же был прародителем древнего рода длиннобородых гномов, а значит и моим предком. Я потомок Дьюрина. Тогда объясни нам, что такое день Дьюрина. Первый день гном его Нового Года. Наступает он, когда осенняя луна и химнее солнце стоят в небе одновременно. Но боюсь, сегодня никто уже не сумеет точно вычислить момент наступления дня Дьюрина. Это знание утеряно в веках. Не время отчаиваться. А что еще там написано, Элронд? При нынешней луне уже ничего не прочесть. Проговорил луне 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 и вернул карту Торину. И тогда все они спустились к реке, чтобы полюбоваться на пляшущих и танцующих эльфов. Следующее утро было таким чудесным и свежим. Торину. Глава четвертая По горам и под горой К туманным горам вело несчетное множество дорог. Одни тянулись по глубоким расселенным сквозь толщу горы, другие шли по открытым перевалам, но были и ложные тропы, которые петляли, запутывали и в конце концов заводили в тупик. Здесь нередко таилась всякая нечисть, и заблудившегося подстерегала смертельная опасность. Однако, благодаря мудрым советам Элронда да и Гендальфа, который помнил дорогу, удавалось пока не сбиться с пути. Много дней прошло с тех пор, как наши путешественники покинули уединенные убежища в долине, и немало миль уже преодолели они, но все шли и шли, поднимаясь все выше и выше. Трудная тропа, опасная тропа, извилистая, бесконечная пустынная дорога. Теперь, если оглянуться, можно окинуть единым взором всю лежавшую внизу округу, земли, оставшиеся позади. Далеко-далеко, на западе, размытая голубоватым туманом, простиралась родная страна Бильба, безопасная и цветущая. И где-то там, тоскливо думал Бильба, его милая хобичья норка. Резко похолодало, в скалах пронзительно свистел ветер, с крутых склонов вдруг срывались и неслись вниз громадные валуны, освободившиеся из подтаявшего снега и льда. Одни, к счастью, пролетали мимо, другие, к ужасу, путников, проносились прямо над головой. Ночи были холодными и сжими. Никто не решался громко разговаривать, и тем более петь, ибо каждое слово, усиленное эхом, жутким грохотом раскатывалось в горах. В тишину осмеливались нарушать лишь бесконечный шум воды, дробный стук камней и стинание ветра. Где-то внизу, в самом разгаре лета, размышлял Бильба, сенокоз, бегники. Мы еще и с гор не спустимся, а там уже начнется жатва, походы за ежевикой. Остальных путников тоже одолевали мрачные мысли. А ведь совсем недавно, прощаясь с Элрондом, все они представляли себе, как легко преодолеют горы и быстро поскачут по бескрайним просторам равнины. Они прикидывали, что уже осенью доберутся до потайной двери в одинокой горе. Как раз ко дню Дьюрина и поспеем беспечно толковали они между собой. Гэндальф на все это лишь качал головой да помалкивал. Гномы уже много лет не ходили этой дорогой. Зато Гэндальф нередко хаживал здесь и знал, что в диком краю опасности подстерегают на каждом шагу. А с той самой поры, как драконы и гоблины завладели этим краем и поселились в пещерах и подземельях морей, зло уже не таится и открыто разгуливает повсюду. И если ты решился путешествовать по дикому краю, то должен помнить, что даже мудрость таких волшебников, как Гэндальф или добрые советы таких друзей, как Элронт, не всегда избавят от беды. В любую минуту могло случиться непредвиденное. Гэндальфу оставалось только надеяться, что удастся все же безопасных приключений перевалить через эти высокие горы с их поднебесными снежными пиками и спокойно миновать земли, где уже столько веков вместо справедливой королевской власти царят бесправие и злодейство. Но гномы и хоббит ни о чем таком и не задумывались. Все, что хорошо, пока однажды их не настигла гроза. Что там гроза? Настоящая буря! Вы знаете, что такое буря, сметающая все на своем пути? Или шторм на море, когда встречаются две раздеренные стихии? Буду еще ужаснее ночная гроза в горах. Сверкание и грохот, злобный вой и свист встречных ветров, скрутившихся в смертельной схватке. Горы содрогаются от грома, молнии с треском бонзаются в скалы, разрывается воздух, гулки и раскраты грозным эхом откликаются и дробятся в пещерах, перекатываются по ущельям. Тьма наполняется оглушающим грохотом и ослепляет внезапными вспышками. Такого Бильбо никогда не видел, даже вообразить не мог ничего подобного. Гроза застала путников на узкой каменной площадке, круто обрывавшейся в затянутую туманом пропасть. Бильбо вжался в нависающую уступом скалу, укрылся с головой одеялом и затих, дрожа всем телом. Иногда он осмеливался высунуть нос наружу. Вспышки молний вырывали из тьмы то лоскут долины, то морщинистый склон горы. И тогда хоббиту мерещилось, будто сказочные каменные великаны, играючи перекидываются обломками скал, швыряют их во мрак, разбивая в дребезги, сокрушая деревья. А потом хлынул ливень и косой ураганный ветер хлистал струями дождя вперемешку с градом. От бешеных порывов не укрывал уже и навес. Вскоре все они промокли насквозь. Они стояли с понуренными головами, прижатыми к ногам измочеленными хвостами и потихоньку испуганно ржали. А великаны в горах все гоготали и грохотали. Это не дело. Если даже не сдует нас ветром, не смоет дождем или не шарахнет молнией, то растопшет или пинком скинет в пропасть горный великан. Что ж, коли знаешь местечко получше, отведи нас туда. — проворчал Гэндальф, которого тоже не очень радовало соседство грозных великанов. В конце концов решили послать Фили и Кили приискать укрытие понадежнее. Они были моложе, остальных дномов лет на пятьдесят, и глаз у них острый, потому и были постоянно на посылках. Бильбо не всегда годился для такого дела. Как говорил Торин, глядеть не значит углядеть. И верно, не всегда видно то, что ищешь, а то, что видно, не всегда оказывается тем, что ищешь. Так вышло и на сей раз. Фили и Кили вскоре приползли обратно, укрываясь от ветра за скалами. — Мы нашли сухую пещеру. Совсем рядом. Там даже пони поместятся. — А вы хорошо ее осмотрели? — строго спросил волшебник, который знал, что горные пещеры редко пустуют. — Да! — Да! — поспешно вскричали оба гнома, хотя вряд ли за такое короткое время можно было обшарить все уголки огромной пещеры. — Она, конечно, просторная, но не такая уж и большая. — О, пещера — опасная штука. Никогда не знаешь, как далеко она простирается, куда упирается, где кончается, и кто поджидает тебя внутри. Но пока уверение Фили и Кили всех убедили и успокоили. Продрогшие путники быстро собрались и приготовились к недалекому переходу. Ветер живывал, гром грохотал, не переставая. Им стоило немалых трудов добраться до места, да еще и с пони на поводу. Впрочем, идти пришлось и впрямь недалеко. Совсем скоро они уперлись в скалу, почти перегородившую тропинку. Осторожно обогнув препятствие, путники обнаружили в склоне горы низкий лаз. За ним неожиданно открывался действительно просторный зал, где свободно разместились расседланные, освобожденные от поклажек, пони. Теперь, сидя в надежном укрытии, приятно было слушать доносившиеся снаружи его ветра, шум дождя и вовсе не страшный гогот беснующихся великанов. Но волшебник был на чеку. Он взял свой посох, тот самый, что когда отказалось давным-давно, забыл в столовую Бильбо и, засветив его, вместе с хоббитом обследовал пещеру вдоль и поперек. Она была велика, но не слишком. темна, но вовсе не таинственна, сухая, с уютными закоулочками и укромными уголками. В дальнем конце нашлось углубление для пони, и они стояли рядком, с удовольствием похрупывая травкой из подвешенных к морде мешков. Оин и Глоин хотели было развести костер, чтобы просушить вещи, но Гэндальф не позволил. Тогда все разложили мокрую одежду прямо на полу, вытаскивали из мешков сухую, устроили из нее удобные подстилки и, набив трубки, принялись пускать в потолок дымные колечки. Гэндальф забавлял друзей, окрашивал колечки в разные цвета и заставлял весело плясать и кувыркаться в воздухе. За беспечной болтовней они совсем позабыли о грозе и увлеченно толковали о том, что каждый из них сделает со своей долей сокровища, которое непременно добудут. А в том, что это случится и совсем скоро, никто не сомневался. Но скоро случилось совсем другое. Усталые они один за другим заснули. А эта ночь доказала, что они не напрасно взяли с собой Бильбо. Он долго ворочался, а когда наконец уснул, увидел отвратительный сон. Ему виделось, будто трещина в дальней стене пещеры. Вдруг сама собой стала расширяться и расширяться. Беззвучный крик вырвался из горла хоббита. Он не мог пошевелиться и только молча смотрел, а безумный сон продолжался. Теперь уже разверзся пол пещеры, и бедняга почувствовал, что летит, летит неизвестно куда. Тут он вздрогнул, проснулся и с ужасом обнаружил, что это был вовсе не сон. Стена действительно раздвинулась и превратилась в широкий проход. Бильбо видел, как во тьме отверстие мелькнуло и исчез хвост последнего пони. И он завопил так пронзительно, как могут кричать, несмотря на свой малый рост, только хоббиты. В это же мгновение из разверзшейся стены стали выскакивать гоблины, огромные гоблины, безобразные гоблины, целая толпа громадных, уродливых гоблинов. Никто не успел ни ахнуть, ни охнуть. На каждого гнома навалились по шесть чудищ, а на Бильбо двое. Они сгробастали их и быстро потащили в зияющее отверстие. Но Гэндальфа им схватить не удалось. Услышав вопль Бильбо, волшебник мгновенно пробудился. Как только гоблины приблизились, в глаза им сверкнула молния, раздался взрыв, запахло гарью и несколько врагов замертво грохнулись на землю. Щель с коротким стуком сомкнулась. Бильбо и гномы оказались по ту сторону стены. А Гэндальфу? Куда он девался? Этого не знал никто, ни гоблины, ни их пленники. Впрочем, гоблины и не собирались искать его. Они уносили Бильбо и гномов все дальше и дальше, глубже и глубже, в непроглядную темень. Но гоблины, живущие в самой сердцевине горы, видят и во тьме. Туннели и переходы ветвились и переплетались, однако гоблины знали дорогу так же хорошо, как вы дорожку к своему дому. А подземная дорога вела все глубже и глубже. Становилось невыносимо душно. А гоблинам хоть бы что. Эти грудияны безжалостно щипали пленников, издевательски хихикали и хрипло гоготали. Бильбо страдал даже больше, чем в лапах троллей. Снова и снова он вспоминал свою чудесную светлую норку и, боюсь, не в последний раз. Наконец впереди замерцал багровый свет. Гоблины тут же затянули песню. Из их глоток врывалось жуткое карканье. Широкими твердыми ступнями они отбивали ритм и потряхивали пленников в такт своей жуткой песне. Топ, шлеп, черный гроб, хрип, храп, бей, грабь. Тащи свои кости к гоблинам в гости живее, малыш. Крик, крак, стук, бряк, тьма и мрак, кулак и тесак. Бей и круши в подземной глуши. Страшись, малыш, свист плетей, хруст костей. Этот звук тешит слух. Ух! Гоблинам нужен обед и ужин. Поедят, попьют и сидят, поют в пещере, малыш. От этой песни и впрямь становилось страшно. Каменные стены, казалось, повторяют эти крик, крак и стук, бряк. Эхом отдавался безобразный гогот. Множилось устрашающее хрип, храп, бей, грабь. И слишком ясен был смысл этой грозной песни. А гоблины выхватили хлысты, стягая пленников под крики. Свист плетей, хруст костей. Погнали их вперед. Гномы стенали, стонали, вскрикивали и всхлипывали. И вдруг все они кубарем скатились в огромную пещеру. Пылав же посредине костер и факелы на стенах, освещали жадную толпу гоблинов. Увидев гномов и маленького хоббита, они дико загоготали, затопали, захлопали. А гоблины погонялы, знай, щелкали бичами, хлистали и подгоняли стадо пленников. Бильба, как самому последнему, доставалась больше всех. Здесь уже были и пони, согнанные в угол. Рядом кучей валялись разодранные, распоротые, растерзанные тюки и мешки. Гоблины их уже обшарили, обнюхали, обобрали и даже успели передраться за добычу. Мне горько говорить. Но гномам больше не суждено было увидеть своих чудесных маленьких пони. Сгинул и прекрасный белый крепыш, которого Элронт одолжил Гэндальфу, чья ложить наверняка не смогла бы одолеть крутые горные тропы. Гоблины вечно голодны и сжирают все подряд, и лошадей, и пони, и осликов. Но пленникам сейчас было не до пони. Им грозила та же участь. Гоблины сковали им руки за спиной, поставили в затылок друг другу, и на длинные цепи поволокли в дальний конец пещеры. Последним, конечно, тащился малыш Бильбо. В полумбраке на большом плоском камне сидел громадинок гоблин с большущей головой. Вокруг него стояли гоблины помельче, с топорами и кривыми саблями наготове. Не секрет, что гоблины жестокие, злобные и вообще отвратительные существа. Ничего хорошего от них ждать нельзя. Правда, если захотят, они не хуже некоторых гномов, умеют копать подземные ходы и рыть шахты, но при этом всегда остаются неопрятными и грязными. Молоты, мечи, топоры, кинжалы, мотыги, клещи, даже орудия пытки, они неплохо могут изготовить и сами, но нередко принуждают делать это пленников или рабов, которые работают неустанно, пока не сгинут в душных мрачных подземельях. Подозреваю, что именно гоблины изобрели некоторые гибельные машины, с помощью которых можно в раз уничтожить множество людей. Разные хитрые механизмы и взрывные устройства живо интересовали гоблинов, ибо вручную они никогда не желали работать. Однако в те давние времена, о которых идет речь, гоблины еще оставались дикими и необузданными существами. Они ненавидели всякого, кто честно работал и процветал, а гномы как раз и слыли любителями порядка и труда. Встречались, правда, и среди гномов, ленивые, зловредные, не стеснявшиеся и кшаться с гоблинами, но о них говорить не стоит. Зато к гномам, подобным Торину, гоблины питали особую ненависть. Из-за войны, о которой мы упоминали прежде, мы здесь толковать не будем. Впрочем, гоблинам все равно, кого ловить. Главное налететь, смять, схватить, так, чтобы пленник и опомниться не успел. — Кто эти жалкие козявки? — спросил главный гоблин. — Гномы едут, как его. Они прятались в нашей передней пещере. — ответил один из гоблинов, погонял, и так дернул цепь, что Бильбо шлепнулся на колени. — Зачем вы туда забрались? — обратился главный гоблин к Торину. — Наверняка неспроста. Не удивлюсь, если шпионили или воровали, а то и того хуже. Упийцы или пособники эльфов? Ну! Отвечай! — Гном Торин к вашим услугам! По привычке вежливо поклонился Торин. — Вы ошибаетесь, подозревая нас в неблагоидных намерениях. Мы просто укрылись от грозы в удобной и, как нам показалось, пустой пещере. И вовсе не собирались тревожить гоблинов. Да и встреча с вами в наши планы не входила. Это была чистейшая правда. — Вот как! А позвольте-ка спросить, зачем вы шапаетесь в горах? Откуда идете и куда направляетесь? — Выкладывай на чистоту! Это вряд ли вам поможет, потому что я и так немало знаю о тебе, Торин Оукиншильд, и о твоем народце. И все же не таись, не то вам всем не поздоровится. Мы затеяли это путешествие, чтобы повидать наших родичей. Во-первых, племянников и племянниц. Во-вторых, кузенов и кузин. В-третьих, троюродных братцев и сестриц. В-четвертых и так далее. Всех остальных потомков наших предков, что живут на востоке по ту сторону этих гостеприимных гор. Толковал Торин, одновременно прикидывая, как бы сказать, нечто похожее на правду и не выболтать ничего лишнего. Он лжет! О, ваше ужасное величество! Там, в пещере, некоторые из наших были убиты молнией, как только мы предложили этим непроженным гостам следовать за нами. А вот это, как он объяснит! И гоблин показал меч Торина, добытый гномом из логовища троллей. При виде этого меча главный гоблин издал вопль, в котором смешались ужасы злоба, страх и гнев. Остальные гоблины подхватили этот вой зубовным скрежетом, лязгом оружия, громким топотом. Они мгновенно почуяли, что это за меч. Ведь когда-то, в далекие времена, блистательные эльфы, защищая гондолин, убили этим мечом сотни гоблинов. Эльфы называли его Оркрист, сокрушающий гоблинов, а гоблины звали попросту Секач. Они люто ненавидели его, но еще сильнее того, кто им владел. «Убейте гоблинов и друзья эльфов!» — скричал главный гоблин. «Рубите их! Рвите их! Кусайте их и листайте их! Швырните в темную яму за змеями, пусть он никогда не увидит света белого!» Он так взъярился, что спрыгнул с камня и оскалившись, кинулся на Торина. В тот же миг задуло все факелы на стенах пещеры, а из костра взметнулся к потолку сноб огня и сизого дыма. Раскаленные искры стреляли во все стороны и осами впивались в тела гоблинов. Что тут началось? Вой и виск, рыки и крики, ругатня и беготня, невнятное бормотание, невероятное топотание, хрипы и всхлипы, завывание сотен диких кошек и волков, если бы их поджаривали живьем на медленном огне, не могли бы и сравниться с этой катавасией. Искры жгли гоблинов немилосердно. Дым, наполнивший пещеру, был таким густым, что даже гоблины не могли ничего разглядеть. Вскоре они уже, сцепившись, катались по полу пещеры и кусались, легались, пинались, будто все разом сошли с ума. Вдруг сверкнул светящийся клинок меча. Бильбо успел заметить, как он пронзил главного гоблина, и тот рухнул замертво. Гоблины, спасаясь от смертельных ударов меча, с омерзительным пронзительным бизгом исчезли во мраке. Меч сам собой нырнул в ножны. «Быстро за мной!» скомандовал уверенный, спокойный голос. Бильбо так и не успел сообразить, что произошло. Все еще прикованный в хвосте цепи, он поскакал, увлекаемый во тьму коридоров передними беглецами. Следом унеслись затихающие стоны и вопли гоблинов. А впереди маячило серое пятно света. «Быстрей, быстрей! Сейчас факелы снова запылают!» Подгонял их голос. «Минутку!» Попросил Дори, позади которого мотался Бильбо. Неловко орудуя связанными руками, он подсадил хоббита себе на закорки и снова пустился вперед. Под звон цепей, спотыкаясь и падая, гномы бежали, бежали и бежали. Они неслись под уклон и уже, наверное, достигли самой сердцевины горы. Только теперь Гэндальф засветил наконечник своего посоха. Ну, конечно же, это был Гэндальф! Как ему такое удалось? Впрочем, сейчас было не до расспросов, а волшебник снова выхватил из ножен меч, и клинок опять ярко вспыхнул во мраке. Розя гоблинов, он пылал яростным огнем, а теперь испускал мягкое голубое свечение, но успокоился после того, как уничтожил главного гоблина. Этому мечу ничего не стоило разрубить цепи, и вскоре гномы были свободны. Не забыли, как звался меч? Глендрин, молотящий врагов. Гоблины прозвали его Голотун и ненавидели даже больше, чем Сикач. А Гэндальф спас и этот меч. Ему удалось вырвать Аркристу обезумевшего гоблина. Волшебник ничего не упускал и не забывал. Не все было ему подвластно, но друзей он никогда в беде не оставлял. «Все здесь?» — спросил он, с легким кивком вручая меч Торину. «Посчитаем. Торин раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. А где Фили и Кили? А, вот они, двенадцать, тринадцать. И... и четырнадцатый господин Бильбо. Хорошо. Ах, могло быть и хуже. Впрочем, могло быть и получше. Ведь мы остались без пони, без еды, и понятия не имеем, где оказались. А следом гонится свор разъяренных гоблинов. Вперед! И они устремились вперед. Гэндальф не ошибся. Позади, в темных коридорах, которые они только что миновали, послышался топот и вой гоблинов. Гномы мчались со всех ног. Бедняга Бильбо такой прытью не обладал, и гномы взялись нести его на себе по очереди. Но гоблины бегают еще быстрее, чем гномы. Вдобавок они сами пробивали в горе все ходы и знали на зубок каждый поворот. А бешеная ярость подстегивала их. И как ни старались гномы уйти от погони, крики его и все близились и близились. Вскоре они уже слышали хриплое дыхание и топот множества ног так ясно, будто толпа гоблинов была совсем рядом за поворотом. В туннеле позади них вспыхивали алые языки факелов. Обижать уже не было сил. Смертельная усталость валила с ног. Почему, ой, ну почему я покинул мою норку? Причитал несчастный Бильбо, подпрыгивая на спине бамбура. Ах, почему, ну почему я потасил этого нелепого коротышку в поход за сокровищами? Кряхтел измученный толстяк бамбур. Бедняга шатался под тяжестью хоббита, глаза ему заливал горячий пот, что по спине пробегал холодок страха. В этот момент Гэндальф подался назад. Торин последовал за ним. Они свернули за угол. — К бою! — гаркнул Гэндальф. — Меч из ножен, Торин! Ничего другого не оставалось. Гоблины с воем выскочили им навстречу и остолбенели. Их ослепили сверкнувшие во мраке сокрушающие гоблинов и молотящие врагов. Передние выронили факелы и проткнутые насквозь успели еще испустить последний крик. Гоблины, бежавшие следом, завопили во всю глотку и стали отступать, сбивая других, набегавших из темноты. — Секачи, колотун! Гоблинов охватила паника. И, отшвыривая один другого, они устремились обратно. Долго еще не осмеливались гоблины приблизиться к тому повороту. А гномы, не теряя времени, вновь бросились бежать. Они петляли по темным туннелям, все дальше проникая в врачные владения гоблинов. Как только гоблины пронюхали это, то снова запалили свои факелы, надели мягкие сапоги и кинулись в погоны за беглецами, пустив вперед самых быстрых и самых зорких. И те скользили по извилистым темным переходам, подобно юрким ласкам, быстро и бесшумно, словно летучие мыши летели от поворота к повороту. Ни Бильба, ни гномы, ни даже Гэндальф не услышали их приближения. Зато гоблины прекрасно видели светящийся посох Гэндальфа. Волшебник освещал дорогу, шедшим впереди, а позади всех плелся Дори, который в свою очередь тащил на себе Бильбо. Внезапно его схватили за ногу. Дори вскрикнул и кувыркнулся на землю. Хоббит перелетел через гнома, ударился головой о камень, откатился в темноту и больше ничего не видел и не слышал. Глава пятая Загадки во тьме Бильбо открыл глаза. Его окружала такая непроглядная тьма, что в первое мгновение он даже не понял, вправду ли глаза открыты, или это ему только кажется. Рядом не было ни души. Неописуемый ужас охватил его. Он не слышал ничего. Не видел ничего. И ничего, кроме холодного каменного пола, не ощущал. Медленно, очень медленно он приподнялся, потом встал на четверинки и осторожно, очень осторожно пополз и почти сразу наткнулся на стену туннеля. Больше ничего не было. Ни единого намека на гоблинов или гномов Голова кружилась. Бильбо никак не мог сообразить, в какую сторону они бежали перед тем, как он свалился. И хоббит по-прежнему на четвереньках пополз наугад. Так он полз, полз и полз. Внезапно рука его нащупала на каменном полу туннеля маленькое холодное металлическое колечко. Вскоре эта находка станет поворотом в его судьбе, резко изменит всю жизнь. Но маленький хоббит о том даже и не догадывался. Он сунул колечко в карман и тут же забыл о пустяковой находке. Сейчас было не до нее, но вместо того, чтобы ползти дальше, Бильбо опустился на холодный пол и погрузился в горестные размышления. Он же бы представил себе, как в своей кухоньке жарит яичницу с ветчиной. Давно уже во рту у него не было ни крошки, и это приводило хоббита в отчаянье. Что делать дальше, он не представлял, не понимал, что вообще произошло, почему все его бросили, и почему в таком случае не подобрали его гоблины, и отчего так болит голова. Ответ-то был прост. Он закатился в темный угол и лежал там тихонько, не жив, ни... Нет, к счастью, не мертв. Придя понемногу в себя, Бильбо нашарил в кармане курительную трубку. Она не раскололась, и это уже было приятно. В кесете оказалось только табаку. Совсем хорошо. Хоббит поискал спички. Ни одной. И снова все стало плохо, плохо. Но, подумав, он решил, что не совсем это плохо. Еще неизвестно, какое чудище могло выскочить из мрака на вспышку спички и запах табачного дыма. Продолжая исследовать карманы и охлопывая себя, Бильбо неожиданно наткнулся на рукоять, заткнутого за пояс кинжала. Он его нашел в пещере троллей, да с тех пор так и не трогал. Хорошо, что и гоблины не заметили. Бильбо вытащил кинжал из ножен. Клинок слабо засветил, в темноте. Выходит, его тоже выковали эльфы, подумал хоббит. Освечение означает, что гоблины хоть и не близко, но и не так далеко. С кинжалом стало чуть спокойнее. Здорово иметь при себе клинок времен войны гондолина против гоблинов, о которой сложены легенды. И он вспомнил, как тряслись гоблины, увидев оружие эльфов. Куда идти? Назад? Глупо. Вбок не получится. Тогда вперед. Решено вперед. Он встал и, держась одной рукой за стену, а в другой, зажав кинжал, двинулся по туннелю. Так тук, настороженно стучало сердце и неспроста. Положение Бильбо было не из легких. Но все же хоббитов в такой переделке намного легче, к примеру, было бы нам с вами. Хоббиты и не похожи на нас и живут в норках ухоженных, чистых, опрятных, не то что гадкие пещеры гоблинов. Но все же это норки, и хоббитам привычны подземные ходы и туннели. Они не заблудятся даже после того, как здорово грохнутся головой о камень. Хоббиты быстро приходят в себя после любых ушибов. Ступают они бесшумно и умеют ловко прятаться. А для поднятия духа у них про запас всегда найдется острая словечка и веселая приговорка или мудрая пословица. Жаль, что до нас они не дошли. И все же напомню, положение Бильбо Беггинса было незавидным. туннель казалось никогда не кончится. Иногда он разбитвлялся. Слабый свет эльфийского клинка не мог проникнуть в самую глубину боковых ходов, и Бильбо спешил миновать их, опасаясь, что там как раз и притаились гоблины или другие подземные твари. Он шел и шел, стремясь вперед и только вперед, спускаясь все ниже и ниже. Мертвая тишина нарушалась лишь шорохом крыльев летучих мышей, проносившихся над самой головой. Поначалу Бильбо пугался их, но вскоре привык и не обращал внимания. Трудно сказать, как долго брел он, не позволяя себя остановиться даже на секунду и чуть не падая от усталости. Но ему казалось, что давно уже наступило завтра, а то опыт предстоит еще много-много дней, чуть ли не до конца дней своих. И вдруг, не успев и ахнуть, он бултыхнулся в воду. Ух! Ледяная вода обожгла и быстро привела его в чувства. Замерев, Бильбо принялся соображать, куда он угодил. Просто в яму, заполненную водой, в бурлящий поток, пересекающий туннель, или в таинственное подземное озеро. Клинок потускнел и перестал светиться. бильбо весь обратился вслух. Кап, кап, кап. Никаких звуков, кроме падающих откуда-то сверху тяжелых капель. Выходит, это не поток и не река. Глубокое лужа или озеро, решил бильбо. Но двигаться дальше он опасался. Плавать хоббит не умел и жутко боялся наткнуться на какую-нибудь скользкую, бесцветную тварь с выпученными слепыми глазами. А в подземных водах и впрямь водятся странные и страшные создания. Рыбы, чьи предки в незапамятные времена попали в эти воды, да так и не выплыли на белый свет. Глаза их все выпучивались и выпучивались, сились поймать хоть крупинку света в непроглядной тьме. Обитали там и совсем ужасные существа, которые облюбовали эти пещеры, коридоры, туннели и переходы еще раньше гоблинов. Они таились в трещинах, расселенных, за каждым поворотом и жадно принюхиваясь, терпеливо поджидали жертву. Здесь у самой воды и жил горлом большая скользкая гадина. Никто не мог сказать, откуда он взялся и что он такое. Одно слово — горлом черный, как сама темнота, только светились бледными пятнами на узкой физиономии два больших круглых глаза. Бесшумно скользил он на маленькой лодочке по озеру, а это и впрямь было озеро, широкое, глубокое и ледяное. Горлом подгонял лодочку, подгребая своими свисавшими с борта длинными гибкими лапами. Ни звука, ни всплеска. Хищно высматривал он слепых рыб и молниеносно выхватывал их из воды цепкими пальцами. Любил горлом полакомиться и мясцом и был страшно доволен, когда удавалось подстереть зазевавшегося гоблина. Но открыто нападать не решался, ибо и сам мог угодить им на обед. Если же какой-нибудь гоблин оказывался один на берегу озера, горлом набрасывался сзади и душил. Чуя неясную опасность, стоившуюся на дне озера, гоблины редко наведывались сюда. Они наткнулись на озеро, когда пробивали вглубь горы очередной туннель. Дальше ходу не было, и гоблины оставили этот путь, приводивший в тупик. Правда, иногда главный гоблин, возжелавший полакомиться рыбкой, посылал туда кого-нибудь из своих сородичей. Бывало не то, что рыбки, но и посыльного он больше никогда не видел. Горлом устроил себе логово на скользком каменном островке посреди озера, затаившись, он уже давно наблюдал за Бильбо, поводя выпученными как телескопы бледными глазами. Ему уже хотелось отведать этого существа, вовсе не похожего на гоблина. Горлом вполз в лодочку, и неслышно отплыл от островка. Бильбо потерянный и потерявшийся сидел тем временем на берегу озера. Он окончательно сбился с дороги и ничего путного придумать не мог. Вдруг совсем рядом он услышал свистящий шепот горлома. Славно! Спасибо, моя прелесть! Сейчас у нас будет сладкий кусочек на ужин. Горл-горл! И это горл-горл булькало в его горле будто целиком проглоченная добыча. Так и звали этого хищного слизняка горлом. Хотя сам себя он ласково называл «Моя прелесть!» Хоббит обмер, услышав это жуткое шипение и увидев вперевшиеся в него светящиеся во тьме глаза. «Кто ты?» выкрикнул Бильбо и выставил перед собой кинжал. «Кто он и моя прелесть?» прошипел горлом, который привык беседовать сам с собой, ибо здесь в мире молчания ему больше не с кем было разговаривать. Он недавно насытился и теперь явился только за тем, чтобы потолковать неизвестным существом да выяснить, годится ли оно в пищу. Иначе бы он сначала слопал, а потом уже зашипел-то забулькал. «Меня зовут Бильбо Бэггинс. Я разминулся с гномами и потерял волшебника. Скажите, где я и как мне выбраться отсюда?» «А что он держит в руке?» насторожился горлом которому очень не понравился кинжал. «Древний меч из гондолина!» «Острый!» горлом напрягся. «Спищать не стоит, моя прелесть. посидим, посмотрим, послушаем это загадочное чудо. Мы страсть как любим, загадки!» «Небось, и он любит!» «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе!» «Пусть поспорит с нами. Горлум хитрил. Он старался оттянуть время, пока не выяснит, кто проник в его владение. Можно ли его съесть сразу или подождать? А загадки — самый испытанный способ. Горлуму приходилось играть в загадки-отгадки со всякими странными существами. Правда, это было давным-давно, когда он еще не растеял друзей и не был загнан во тьму в самую глубину горы. — Ладно, — согласился Бильбах, который тоже осторожничал и хотел понять, опасное ли перед ним существо и в дружбе ли оно с гоблинами. — Начинай первым, — сказал он, потому что пока на ум ему не приходило ни одной загадки. И горлом прошипел. — Хе-хе-хе-хе-хе! Из земли растет она, но ни дуб и ни сосна неподвижна, высока и грозна по великаньи, а стоит она века головой под облаками. — Легче легкого! — обрадовался Бильбо. — Гора! Верно! — Хе-хе-хе-хе-хе! — Слишком быстро догадался. Ну, посревнуйся с ним, моя прелесть. Если он не сможет отгадать, мы, хе-хе-хе-хе, моя прелесть, его съедим-с. А если он спросит, а мы, моя прелесть, не сможем ответить, пусть уходит. А мы сами покажем ему дорогу. Правда, моя прелесть. — Идет! — сказал Бильбо, не смея отказаться, и он выпалил первое, что пришло в голову. — В услужении у меня тридцать два лихих коня. Каждый белый будто снег, и в узде держу их всех. — Чищу, холю и люблю, часто досото кормлю. — Нехти, какая загадка, но попробуйте придумать получше, когда вас грозятся съесть. И горлом, конечно, тут же отгадал. — Эх, слабый орешек, зубы, зубы, но у нас их шесть. И он загадал вторую загадку. — Без крыльев летает, без горла поет, не отдыхает, не устает. С ним каждый встречался и всякий знаком. Он может быть другом, хе-хе-хе-хе, а может врагом. — Дай подумать! — закричал Бильбо, который не мог оторвать с взгляда от мерзкой шестизубой пасти горлума. Это ему ужасно мешало думать. К счастью, он уже слышал что-то похожее и, напрягшись, выпалил. — Ветер! Ветер! Конечно, ветер! Он так обрадовался и уверился в своих силах, что следующую загадку решил сочинить сам, помучаяся, мерзкая тварь. Злорадно подумал он, а вслух произнес. — Голубым глазком приволье на большом зеленом поле, а под ними одинок в голубом просторе золотой парит глазок, словно рыбка в море. — Ш-ш-ш! Змеевой зашипел горлум. Он так долго жил под землей, что уже успел прочно позабыть о таких вещах, как голубое приволье и зеленое поле. Бильбо уже начал надеяться, что выиграл, но горлум мысленно вернулся на годы, годы и годы назад и оживил в памяти дни, когда он жил с бабушкой в норке на берегу реки. — Ш-ш-ш! Моя прелесть! — торжествующе засвистел он. — Анютины глазки и с-с-солнца! Хе-хе-хе-хе! Воспоминания о далеком житье-бытье не оставляли горлума. Тогда он не был таким одиноким, отвратительным, вынужденным таиться ото всех. Настроение его окончательно испортилось, а аппетит разыгрался, и горлум решил задать загадку по заковыристей. — В глубокие горы, в пещеры, в тома Незваная гостья приходит сама, глотает холмы и луга, и леса, и застилает с собой небеса. Ее не схватить, не поймать, не прогнать, пришла и прикажет ложиться в кровать. Но горлуму не повезло, Бильбо уже слыхал похожую загадку, к тому же отгадка окружала его сейчас со всех сторон. — Темнота! — не задумываясь, выпалил хоббит, и тут же, не давая горлуму опомниться, задал свою загадку. — У литого сундучка нет ни дверцы, ни замка, ни задвижки, ни крючка, но под крышкой у литой спрятан шарик золотой. Он считал загадку совсем пустяковой и надеялся просто оттянуть время, пока не придумает что-нибудь стоящее. Но к его изумлению горлум казался озадаченным. Он беспокойно шипел, сердито свистел, в горле у него булькало, Бильбо торжествовал. — Ну, отвечай! — Торопил он. — Шипишь и булькаешь? Ха-ха! Хочешь сказать, что это кипящий чайник? — Пусть он даст нам время, моя прелесть! Пусть! — конючил горлум. — Хватит! Отгадывай! — оборвал его Бильбо. И вдруг горлум вспомнил, как давным-давно он обкрадывал птичьи гнезда и учил бабушку высасывать сырые яйца! Прошипел он. — Ответ — яйцо! — И тут же выпалил свою загадку. — Она щеголяет в блестящей броне, без ног, а гуляет в морской глубине, молчуния немая, как лед холодна, глядит, не мигая, сквозь воду со дна. Он поспешил и теперь уже жалел, потому что считал свою загадку совсем уж легкой, ведь ответ всегда был у него на уме, но он так напрягся с загадкой про яйцо, что ничего потруднее в голову не приходило. Зато бедному Бильбо найти ответ было не так просто, ведь он побаивался и сторонился воды. Конечно, сидя дома в уютном кресле, когда тебя никто не собирается съесть, отгадать такую загадку пара пустяков. И Бильбо хмыкнул, кашлянул разок-другой, но ответ не вырисовывался, горлом оживился и, довольно посвистывая, забормотал. — Прекрасно, моя прелесть, а интересно, каков он на вкус. Сочный или восхитительно хрустящий. И его глаза засверкали в темноте. — Еще минутку, я же давал тебе подумать. — пролепетал хоббит. — Пусть поспешит. Пора, пра. Ворковал горлом, вылезая из лодки на берег поближе к Бильбо. Но как только он опустил свою длинную паучью лапу за борт, из воды выскочила испуганная рыба и плюхнулась прямо на ногу Бильбо. — О! — вскрикнул он. — Холодная как лед. И в тот же миг мелькнула догадка. — Рыба! Рыба! — радостно забопил хоббит. — Ответ, рыба! Горлом расстроился и начал втягиваться обратно в лодку. А Бильбо, не теряя времени, прокричал следующую загадку, которую сочинил на ходу. — Безногая лежит, двуногая сидит, а четырехногая кости теребит. Не очень удачно получилось. Горлом только-только загадал загадку о безногой рыбе и потому ответил почти мгновенно. — Безногая рыба, двуногая человек, четырехногая кошка, которая ест рыбьи кости. Теперь настала очередь горлома. Он собирался задать по-настоящему трудную загадку и торжествующе произнес. в нем исчезает все без следа. Оно пожирает дома, города, камни, деревья, цветы и кусты, горы, реки, дороги, мосты. Покорны ему властелины земли. Любые народы и их короли. Бильбо, бедняжка, сидел в темноте и лихорадочно припоминал всех сказочных великанов и людоедов, но ни один из них не натворил стольких ужасов сразу. Может, вовсе и не про чудище это загадка. Бильбо чувствовал, что ответ где-то рядом, на страх сковал его и мешал думать. Горлом снова стал выползать из лодки. Он плюхнулся в воду и пошлепал к берегу. Глаза его приближались, наползали. Бильбо онемел. Язык у него пресок гортани. Несчастный силился выкрикнуть «Дай мне еще время! Дай время!» Но лишь придушин напискнул «Время! Время!» Бильбо спасла случайность, «Ведь именно это слово и было отгадкой!» На этот раз горлом расстроился еще больше, терпение его кончалось, затянувшаяся игра начинала злить, он уже по-настоящему проголодался и не стал возвращаться в лодку, а уселся под Бильбо. Хоббит похолодел от ужаса и совсем перестал понимать, что к чему. «Скоро! Скоро, моя прелесть! Пусть спросит последний раз!» Но Бильбо был просто не в состоянии думать, когда почти в притирку сидела гадкая, скользкая, холодная тварь, чьи мерзкие лапы то и дело касались его, жадно ощупывали. Хоббит щипал, царапал, дергал себя, пытаясь растеребить, но ничего не приходило на ум. «Спроси нас, спроси!» не унимался горлом. Бильбо уже не просто щипал, а бил себя по груди и бокам. когда рука вдруг наткнулась на рукоять кинжала. Другая рука скользнула в карман и нащупала колечко, про которое он совсем забыл. «Что это у меня в кармане?» спросил Бильбо сам себя. Но горлом решил, будто это следующая загадка и сплошился. «Нечестно, нечестно!» заверещал он. «Скажи, прелести моя, ведь нет честно спрашивать, что у него спрятано в карманчике!» Бильбо быстро смекнул, что удача улыбнулась ему. «Отвечай, что у меня в кармане?» уже громко и раздельно повторил он. Извивался горлом. «Пусть позволит нашей прелести угадать с С трех раз, с трех раз. Ладно, отгадывай. Согласился Бильбо. Рука. Ошибочка. Сказал Бильбо, успевший убрать руку из кармана. Давай во второй раз. Напрягся горлом. Он быстро стал перебирать в голове все, чем были набиты его собственные карманы, рыбьи кости, зубы гоблинов, мокрые раковины, обрывы крыла летучей мыши, острый осколок камня для заточки клыков и прочая гадость. Теперь он пытался представить, что хранят в карманах все остальные. Нош! Наконец просипел он. Мимо! Обрадовался Бильбо. Последний раз! Неожиданно. Для горлома вопрос оказался намного труднее, чем загадка про яйцо. Он шипел, плевался, раскачивался взад-вперед, сучил лапами, извивался и корчился. У него остался последний раз, и он, не решаясь, смедлил. Давай, давай! Поторапливал Бильбо. Я жду! Кобит храбрился, напускал на себя бодрый и решительный вид, но на самом деле немного трусил, не зная, чем кончится эта затея с загадками. Отгадает горлом или нет, в любом случае можно было ожидать от него всякой гадости. Время вышло! Фердевка! Или ничего! Взвизгнул горлом, хотя давать сразу два ответа было нечестно. Нет и нет, с облегчением воскликнул Бильбо, но тут же вскочил на ноги, прислонился спиной к стене и выстоял перед собой кинжал. Он знал, конечно, что игра в загадки с древних времен считается священной, и даже самые коварные злодеи не смеют плутовать и нарушать уговор. Но с этой скользкой тварью надо быть начеку. Неизвестно, что может выкинуть горлом в следующую секунду, к тому же, если на чистоту последний вопрос по строгим древним правилам никак не мог считаться настоящей загадкой. Во всяком случае, сейчас горлом нападать не собирался. Он видел кинжал в руке Бильбо и сидел, тихо дрожа и поскуливая. Бильбо надоело ждать, и он прикрикнул. — Ну, где же твое обещание? Показывай дорогу! — Где наше обещание, моя прелесть? — заявил горлом. — Покажем, покажем нехорошему Бэггинсу старушку. Может, ну, может быть, но... — Что же может быть у него в кармане, моя прелесть? — Не веревка? — Нет, ничего. — Тоже нет. Тогда что-то... — Что же... — Не твое дело. — Оборвал его Бильбо. — Выполняй обещание. — Он сердитый, моя прелесть. Он нетерпеливый, моя прелесть. — шипел горлом. — Но он подождет. — Мы не станем тропиться. Сначала мы возьмем самое важное. Оно нам поможет. — Беги! Только поживее! — Согласился Бильбо, надеясь, наконец, избавиться от горлома. Он думал, что тот хитрит и вовсе не собирается вернуться. О чем это горлом толкует? Какая такая важная вещь может таиться на дне этого гадкого озера? Но хоббит ошибался. Горлом как раз собирался вернуться. Он был ужасно голоден и страшно зол. Коварный план зародился в голове этого жалкого, но злобного создания. Совсем недалеко был островок, о котором Бильбо ничего не знал. Там, в своем тайном убежище, горлом прятал не только огрызки и объедки, но еще и самую прекрасную вещь, самую-самую чудесную. Это было кольцо. Золотое кольцо. Драгоценное кольцо. Наш день рожденный подарок. Вот что нам нужно. Вот что нам поможет. Так не раз он шептал себя, одинокими темными ночами, поглаживая свою тайную драгоценность. Нет, неспроста кинулся горлом за кольцом. Необычное это было кольцо, а волшебное. Тот, кто надевал его на палец, становился невидимым. И лишь при ярком солнце можно было уловить неверную слабую тень. Подарок, день рожденный, моя прелесть. Но был ли это действительно подарок? Как сумел горлом заполучить кольцо, изготовленное в далекой древности? Ответить на это не сумел бы, наверное, и сам властелин колец. На первых порах, пока не наскучило, горлом носил кольцо, не снимая. Потом повесил его в мешочке на шею, но быстро натер шею. Теперь он прятал кольцо в каменной щели на островке и без конца возвращался проверить, на месте ли его драгоценность. Но расставаться надолго с кольцом горлом не любил. Время от времени он снова надевал его на палец. Особенно в те дни, когда рыба уже приелась, а хотелось мясца. Тогда невидимый, он карабкался вверх по темным подземным переходам, высматривая и подстерегая гоблинов. Бывало, он даже отваживался заглянуть в пещеры, где ярко горели факелы. Свет обжигал глаза горлома, он зажмуривался от боли, но все равно чувствовал себя в безопасности. А чего ему было бояться? Ни один гоблин не мог ни увидеть его, ни учуять, до того момента, когда безжалостные пальцы сжимались на горле жертвой. Всего несколько часов назад горлом точно так поймал маленького гоблинчика. О, как он пищал! Увы, от него осталось лишь пара косточек. А горлому хотелось есть и чего-нибудь помягче, понежнее. Совсем не опасно, правда, моя прелесть. Он не сможет, и его гадкий нож нам не страшен, совсем не опасен. Вот какие мелкие злобные мыслишки мелькали в голове горлума, когда он зашлепал к своей лодочке и, оставив Бильбо одного, растворился во тьме. Бильбо был уверен, что уже никогда больше не увидит этого слезняка, но все же решил чуть подождать, ведь сам он никогда не выберется из этого гиблого места. Вдруг до него донесся протяжный, пронзительный вопль, от которого дрожь пробежала по всему телу. Где-то во мраке визжал и сыпал проклятием горлум. Тщетно он копался, рылся, шарил по всему островку в поисках кольца. — Куда оно запропастилось? Где оно? — услышал Бильбо. — Потерялась моя прелесть. Исчезла. О-о-о-о! Напасти! О, несчастье! — Что случилось? Чего потерял? — Пусть не спрячивает! — завизжал горлум. — Пусть не вмешивается. Оно исчезло. Потерялось горло-горло. — Я тоже! — рассердился Бильбо. — Но не желаю исчезнуть совсем. Я выиграл. Выполняю обещание. Возвращайся. Выведи меня отсюда, а потом ищи, что хочешь. Как не убивался горлума потери, как не стонал. Бильбо нисколечко его не жалел. К тому же находка горлума наверняка не сулила ничего хорошего. — Иди сюда! — потребовал Бильбо. — Нет! Нет! Пусть подождет, моя прелесть! — клокотал горлом. — Еще поищем чуть-чуть. Оно просто закатилось. — Ты проиграл. Ты не ответил на последний вопрос. Обманывать не по правилам. — Не сдавался Бильбо. — Вопрос? — Снам! Сам нарушил правила. И вслед за этим донеслось злобное шипение. — Что у него в карманчике? — Пусть скажет! Сначала пусть скажет! Бильбо, может быть, и сказал бы горлуму отгадку. Ведь ему было невдомек, отчего тот так суетится и хитрит. Но очень уж его разозлила вся эта суета и нытье. В конце концов, он выиграл. Чуть слукавил, конечно. Но речь-то шла о его жизни. — Мой вопрос — твой ответ! — уперся он. — Нечестно! — не унимался горлом. — Вопросы не загадывают, а задают, моя прелесть! — Правильно! — подхватил Бильбо. — Вот я и задаю тебе вопрос. Что ты потерял? Отвечай! — Что же он прячет в карманчике? Раздалось чуть ли не над самым ухом Бильбо. Мгновенно оглянувшись, он опомлел. Прямо на него уставились две светящиеся точки. Они постепенно накалялись, увеличивались и уже горели в темноте два ярких круга. — А ты что, потерял? — упорствовал Бильбо. Зеленым огнем загорелись глаза горлома и стали неотвратимо наплывать на хоббита. Лодка горлома летела к темному берегу. Мысль о пропаже и злобное подозрение всколыхнули такую ярость, что никакой кинжал уже не был ему страшен. Бильбо не мог взять толк, от чего так расферепело это мерзкое существо, но понял, что горлом готов его растерзать. В мгновение ока он вскочил и кинулся обратно в туннель. Прижимаясь к стене и ощупывая на ходу левой рукой, хоббит снова скатывался вниз. Позади послышался всплеск шлепнувшегося в воду тела и шипение горлума. — Что у него в карманчике? — А и вправду, что же у меня такое важное там? На бегу, пыхтяясь, потыкаясь, он сунул руку в карман и почувствовал, как холодное колечко само собой наделось на палец. Шипение слышалось уже за спиной. Бильбо обернулся и увидел глаза горлума, мерцавшие, словно две маленькие зеленые луны. В ужасе Бильбо рванулся вперед, но вдруг споткнулся о корень и беспомощно растянулся на каменном полу, прижав кинжал собственным телом. И в то же мгновение горлум настиг его. Но прежде чем Бильбо успел шелохнуться, высвободить руку и выхватить кинжал, горлум, шипя и броня, спронесся мимо, будто никакого хоббита не было и в помине. Что бы это значило? Ведь горлум отлично видел во тьме. Даже глядя вслед уносящемуся горлуму, хоббит ясно различал скользящий по стенам туннеля бледный отцвет его горящих глаз. Морщаясь от боли, Бильбо поднялся на ноги, поправил в ножны кинжал, который постепенно снова стал накаляться и потащился следом за горлумуму. Ничего другого не оставалось. Не возвращаться же к опасному озеру. Лучше уж идти вперед за горлумум. Может, тот сам того не желая выведет его наружу. Мерзкий, 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 берзкий Бэггинс! Оно исчезло! Что у него в карманчике? О, мы знаем! Мы догадываемся! Моя прелесть! Точно! Он нашел его! Мой день рожденный подарочек! Бильбо навострил уши. Наконец-то он стал кое о чем догадываться. Он прибавил шагу и почти вплотную приблизился к горлуму, который, не оглядываясь, но, звыркая глазами по сторонам, быстро шлепал вперед по туннелю. Наш день рожденный подарочек! Несчастье! Неужто, неужто мы лишились его? Моя прелесть! Как это случилось? Ясно! Когда мы тащили здесь того песклявого недомерка, оно укатилось от нас! Столько лет служило верой и правдой и бросило нас! Нет! Его... Его стащили! Стащили! Вдруг он бухнулся на землю и зарыдал. Жутко было слышать эти забывания. Бильбо замер и вжался в стену туннеля. Постепенно свист, бульканье и всклипы утихли. И снова послышалось бормотание горлума. Где? Где искать? Разве мы помним все места, куда забредали? Оно не потерялось. Оно в карманчике гадкого Бэггинса! И этот проныра нашел его. Нас не обманишь! Толковал он сам собой. Мы догадались, моя прелесть. Но надо еще схватить, задушить воришку и обшарить его карманчики. Гарум шипел и свистел на все лады, не умолкая. Но она не догадывается, что может делать подарочек. Ох! Просто держит его в карманчике. Он не мог убежать далеко и совсем не знает дороги. Сам сказал «Да, да, сам!» «Но он хитрый!» Задал вопрос, он не сказал, что у него в карманчике нет. Нельзя ему верить. Он нашел вход, отыщет и выход. «Да, да, 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 да!» «Значит, он бежит к задним воротам!» «Пусть там его схватят гоблинсы!» «Да, нет!» «Нет!» «Той дорогой ему не убежать, моя прелесть!» «Да, с гоблинсы!» «Но если наш подарочек, наше сокровище, у него гоблинсы заберут его себе!» «И узнают, что оно умеет делать, и мы никогда не будем в безопасности!» «Никогда!» «Гоблинс наденет его и станет невидимым!» «Да, да, 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 да!» «Он будет рядом, а мы его не увидим!» «Даже наши острые глазки не разглядят его!» «Он подберется, подкрадется и схватит нас!» «Не время рассуждать, моя прелесть!» «Надо спешить!» «Пеггинс побежал туда!» «Мы побежим следом!» «Скорей!» горлом подпрыгнул как лягушка и быстро перебирая лапами заковылял вперед! Бильбо поспешил следом, стараясь ступать бесшумно! Главное снова не споткнуться и не обнаружить себя! Удивление, страх, надежда кружили ему голову! Выходит, найдено им кольцо волшебное! Оно делает невидимым! В старинных сказках такое чудо не редкость, но трудно поверить, чтобы эта волшебная штука просто так валялась под ногами! Но ведь горлом не углядел его своими светящими заглазищами и проскочил мимо! Тем временем горлом шипя и булькая шлепал плюх! Плюх! Впереди от бильба крался следом так бесшумно, как умеют только хоббиты! Вскоре они оказались там, где коридор разветвлялся и откуда бильба свернул к озеру. Горлом углубился в этот лабиринт, слух считая ходы. Один сюда, налево, другой туда, направо, два, снова направо, два, налево. Но чем дальше он продвигался, тем медленнее перебирал ногами, а шаги становились все неувереннее. Горлом удалялся от воды, где он чувствовал себя неуязвимым, и страх постепенно охватывал его. Гоблины могли таиться повсюду, а спасительное кольцо утеряно. Наконец, свернув еще раз налево, он остановился перед круглой дырой. Седьмой справа есть, шестой слева есть, это здесь, вот он выход. Горлом сунул голову в отверстие и отшатнулся. Но туда нельзя, моя прелесть, опасно. Там гоблинс и страсть, сколько гоблинсов, мы чуем их все. Что делать? Пустим, пусто будет. Посидим, подождем, моя прелесть. Вот глупость. Горлом привел Бильбо к выходу, но выйти хоббит не мог. Бормочущий слезняк сидел перед отверстием, поматывая большой головой и посверкивая глазищами. Тихо, словно мышка Бильбо скользнул вдоль стены. горлом тут же встрепенулся, принюхался, и глаза его вспыхнули зеленым огнем. Он тихо, но угрожающе зашипел. Хоббита он видеть не мог, но был напряжен и насторожен, а темнота еще сильнее обострила его слух и нюх. Он припал к земле, опираясь на свои широкие ладони. Почти касаясь носом каменного пола и пригасив свет глаз, горлом замер. Бильбо едва различал его черный силуэт, но чувствовал, что тот напряжен, словно туго натянутый лук, и в любую секунду готов распрямиться и прыгнуть. Бильбо затаил дыхание и замер. Отчаяние хватило его. Пока еще есть силы, он непременно должен выбраться отсюда, из этого ужасного мрака. Нельзя сдаваться. Он должен убить горлума, заколоть кинжалом, прежде чем эта мерзкая тварь убьет его. Нет, все-таки это нечестно. Бильбо невидим, а горлум безоружен, и не пытался убить его, Бильбо. Во всяком случае до сих пор, к тому же горлум такой несчастный, одинокий, всеми гонимый. И вдруг сердце Бильбо сжалось от страха и жалости. Он вообразил себе бесконечную вереницу тоскливых одинаковых дней без всякой надежды на лучшую жизнь. Все, что у тебя есть, это безмолвный камень, сырая рыба и невнятное бормотание с самим собой. Отмелькнувшие в голове страшные картинки Бильбо поюжился. А вдруг его озарило, и мгновенно приняв решение, Бильбо прыгнул. Только хоббит мог прыгнуть так высоко и так безоглядно прямо в объятия мрака. Бильбо взвился в воздух и перелетел через голову горлума. Ну и прыжок на метр в высоту и надву в длину. Еще чуть-чуть и он бы разморзил себе черепа каменный потолок туннеля. Горлум извернулся, пытаясь схватить вихрем пронесшегося над ним хоббита, но чтетно. Цепкие пальцы сжали пустой воздух. А Бильбо упруго приземлившись на свои крепкие ножки понесся по туннелю. Он не смел оглянуться, чтобы узнать гонится ли за ним горлум, но слышал за спиной пыхтение и клокочущее бормотание. Однако вскоре шум позади постепенно затих. И вдруг до беглеца долетел пронзительный, полный злобы и отчаяния бопль, от которого кровь стыла в жилах. Горлум понял, что проиграл. Бежать дальше он боялся. Все для него было потеряно. Он потерял свою жертву, потерял и самое дорогое, единственное свое сокровище. Убильба от крика горлума сердце ухнуло в пятки, но он продолжал бежать. След ему из глубины туннеля долетел слабый, как эхо, но полный угрозы вопль. Вор! 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 Бэггинс ненавистный! Ненавистный! Навсегда! И наступила мертвая тишина. Но и тишина казалось таила угрозу. Если Горлум чуял гоблинов, значит, они близко, размышлял бильбо и могли слышать виск и топот. Надо быть поосторожнее, не то в конце дороги, и мне придет конец. Туннель с грубо обработанными плитами стен становился ниже и уже. Для хоббита туннель не был тесен, однако в попыхах он несколько раз потыкался и сбивал пальцы босых ног о неровности каменного пола. И для гоблинов здесь низковато, подумал бильбо. И знал он, что эти подземные жители, даже самые рослые, могут бегать и на четвереньках. Вскоре спуск под уклон кончился, и туннель стал подниматься, забираясь все круче и круче. Вверх бильбо бежал уже не так спора. Но вот и подъем кончился, а за поворотом туннель вновь пошел вниз. Бильбо добежал до следующего поворота. Из-за угла сочился слабый свет. Не красные блики, какие бросают горящие факелы или пылающий костер, а настоящий дневной свет. бильбо прибавил ходу. Он несся уже со всех ног, миновал еще один поворот и выскочил на открытую площадку, залитую, как ему показалось, солнечным светом. После кромешной подземной тьмы ослепленные глаза хоббита обманулись. На самом деле это была лишь широкая полоса света, упавшая из распахнутой настиж большой каменной двери. Проморгавшись, к своему ужасу бильбо увидел гоблинов. Они сидели у самой двери, настороженные, напряженные, с обнаженными мечами, будто только и поджидали несчастного хоббита. И, конечно же, увидели бильбо раньше, чем он их. Увы, они его увидели. И вдобавок на пальце не оказалось кольца. Оно исчезло, то ли случайно, то ли нарочно, решив сыграть злую шутку со своим новым хозяином. с торжествующими воплями гоблины кинулись к бильбо. Теперь уже бильбо, как прежде горлом, ощутил боль и обиду от неожиданной потери. Вместо того, чтобы выхватить кинжал, он зачем-то стал шарить по карманам и... О, чудо! Кольцо оказалось в левом кармане и само скользнуло на палец. Ошарашенные гоблины замерли. Они ничего не могли понять. Вот он был и вот его нет. И вновь раздался вой. Но теперь это был вопль разочарования. Где он? Улизнул обратно в туннель? Сюда! Та-да! Обыскать все снаружи! Гартнул предводитель гоблинов. Гоблины засверистели, забегали, клацая оружием и переругиваясь. Они метались, сшибались, разлетались, ушибались и сверели от этого еще больше. Поднялась ужасная суматоха. Только и слышались кринки, вобли, рычания, стоны. Бильбо обмер от страха. Но успел сообразить, что надо спасаться, пока его не затоптали или случайно не сцапали. И он быстро скользнул за большую бочку, из которой пили гоблины, стражники. Надо пробраться к двери, а что бы то ни стало. Подталкивал он себя, но никак не мог решиться. Все походило на игру в жмурки. Только сейчас это была смертельная игра. Пещера была битком набита гоблинами, и бедный маленький хоббит метался туда-сюда, пытаясь увернуться от раскинутых лап и тяжелых ног. Один гоблин наткнулся на него и обалдело оглядывался, не понимая, на что же он налетел. А Бильбо упал на четвереньки, прополз между ног предводителя, снова вскочил и опромичью кинулся к выходу. Дверь была по-прежнему не заперта, но какой-то гоблин ненароком толкнул ее и прикрыл. Бильбо навалился на дверь, но она не поддалась. Он попробовал протиснуться в оставшуюся щель, втиснулся наполовину и намертво застрял. Какой ужас! Пуговицы зацепились за дверной косяк и не пускали ни туда, ни сюда. Бильбо видел, что там, по тут сторону двери от свободы и спасения его отделяет всего несколько ступеней, сбегающих в узкую расселенную между высокими горами. Ярко светило, выглянувшее из-за облаков солнца, а он не мог шевельнуться. Вдруг позади него один из гоблинов завопил. Тени в дверях там кто-то есть! сердце Бильбо чуть не выскочило из груди. Он рванулся, что было сил, пуговицы стрельнули во все стороны, затрещали курткой жилет, и Бильбо вырвался наружу. Стремительно, будто горный козел, заскакал он по ступенькам. Обалдевшие гоблины в первое мгновение кинулись подбирать рассыпанные по полу медные пуговицы. Впрочем, они быстро опомнились и со свистом, гиканьем и улюлюканьем помчались за хоббитом. Но гоблины не любят и боятся солнечного света. Ноги у них подкашиваются, а голова окружатся. А невидимый Бильбо, стараясь держаться в тени деревьев, несся без оглядки. Вскоре гоблины отстали. С ворчанием и проклятиями они поплелись обратно. Бильбо спасся. Главаш